Дерек Принц Автором более чем 40 книг, переведенных на многие языки, включая 4 китайских диалекта, арабский, испанский и русский. Данная программа переведена с оригинального английского на русский язык. Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться истинами, которые обернули удачу и успех в моей жизни и могут сделать то же самое и для вас. На этой неделе мы будем изучать тему, которая выражается в виде вопроса. Вопроса, который волнует всех людей, независимо от их национальной принадлежности, экономического или социального положения. Этот вопрос может выражаться в разных словах, но тем не менее его сущность остается неизменной. Где найти безопасность? Как я уже сказал, этот вопрос волнует всех людей. Независимо от различий, которые есть между людьми, всех волнует вопрос обретения безопасности. В результате, большая часть человеческой жизнедеятельности в той или иной мере связана с вопросом безопасности. Один из способов в оценке значения вещей в жизни людей заключается в том, чтобы рассмотреть, сколько они готовы потратить на это. В современном мире существует много разных агентств, фирм, компаний, которые в той или иной мере заботятся об обеспечении своих клиентов безопасностью. И эти компании и фирмы тратят ежегодно миллиарды долларов. Я упомяну только некоторые из подобных организаций. Существуют, во-первых, страховые агентства, которые делают замечательную работу, но их возможности ограничены. Например, вы можете застраховаться от несчастного случая, но как вы можете застраховаться от того, чтобы несчастный случай не произошел? Вы можете застраховаться от пожара или кражи, но как вы можете застраховаться от того, чтобы пожар не произошел, и чтобы вас не ограбили? Поэтому, хотя страховые агентства делают нужную работу, их возможности ограничены. Есть вещи, которые ни одно страховое агентство не может гарантировать. Существуют охранные агентства, общественные и частные. К общественным относится полиция и так далее. И существует бесчетное количество частных охранных агентств, и их количество растет ежегодно. С развитием сверхзвукового транспорта появилась нужда в охранных агентствах в аэропортах. Но, тем не менее, существует печальный факт, что количество преступности, процент преступности продолжает возрастать. И я это говорю не для того, чтобы раскритиковать полицию, а для того, чтобы сказать о том, что существует ограничение человеческих возможностей. Дальше существует агентство социальной охраны, которое играет очень важную роль в жизни многих современных людей. Но мы должны задать себе вопрос, могут ли они полностью защитить нашу социальную жизнь. Сама идея, которая стоит за социальными службами, стоит та, что государство покрывает все нужды своих граждан. Допустим, если вы заболеваете, то государство оплачивает ваши больничные счета. Когда вы уходите на пенсию, вы будете получать пенсию, которая будет достаточной для того, чтобы ваши нужды были покрыты. Но, конечно же, мы знаем, что рост инфляции аннулирует притязание подобных служб на полную гарантию нашей социальной безопасности и защищенности. Существуют нации, где уровень социальной защищенности граждан считается невероятно развитым, как, например, в Швеции и Дании, где социальные службы работают просто восхитительно. Эти службы существуют за счет высоких налогов. Но, тем не менее, статистика говорит, что Дания и Швеция занимают первое место по проценту самоубийств, что говорит о том, что даже хорошая социальная служба не может гарантировать полной безопасности. Мы видим, что люди, которые теоретически имеют все, в чем они нуждаются, о них заботится государство, но, тем не менее, они не в силах продолжать жить, и они выбирают печальную альтернативу и уходят из жизни, что не говорит о том, что их жизнь является совершенной. И также существуют так называемые силовые структуры, как армия и тому подобное. И каждая нация, каждая страна говорит, что она содержит армию ради своей собственной безопасности, что, возможно, и является правдой. Но дело в том, что ни одна силовая структура не может обеспечить полной безопасности. Как, например, возьмите Штаты и Россию. Чем больше усиливается оборонная мощь России, тем больше растет безопасность, небезопасность в американцах. И наоборот, чем больше американцы наращивают свою военную мощь, тем больше начинают их бояться россияне, потому что то, что для одних является гарантией безопасности, и для других является угрозой. И поймите меня правильно, я не критикую все эти организации, потому что они совершенно необходимы, и их необходимо содержать и поддерживать. Но в то же самое время я хочу сказать, что ни одна из этих организаций не может обеспечить нас полной, постоянной безопасностью. Существуют сферы, в которых они просто некомпетентны, и куда их возможности не распространяются. Поэтому я пришел к выводу, который я считаю очень важным. И в эту неделю, когда мы будем рассматривать вопрос, где найти безопасность, мы должны также все прийти к этому выводу, что независимо от всех наших усилий и трат, существуют ограничения человеческих возможностей в достижении безопасности. И я верю, что единственной надеждой в достижении безопасности является признание этого факта, и, следовательно, мы не должны пытаться находить безопасность на неправильном основании. Позже мы рассмотрим одну притчу, которую однажды рассказал Иисус Христос, притчу о двух домах, один из которых был построен на песке, а другой — на камне. И я хочу сделать вам предложение, которое заключается в том, что поиск безопасности, который основывается на человеческих усилиях, это все равно, что строить дом на песке. И рано или поздно этот дом разрушится под давлением жизненных обстоятельств. И так мы пришли к выводу, что человек своими силами не может достичь полной, постоянной безопасности. Теперь я бы хотел сказать, что существует другой источник безопасности, совершенно другой по своей природе. и этим альтернативным источником безопасности является Бог, который может дать нам безопасность во времени и вечности. Бог предлагает нам свою мудрость. И сейчас я хотел бы прочитать отрывок из первой главы книги «Притч». Это длинный отрывок. Я хотел бы, чтобы вы слушали меня внимательно, и чтобы вы смогли увидеть альтернативу, которую нам предлагает Бог, альтернативу полной, постоянной безопасности. И помните, что мы говорим о мудрости нечеловеческой, но Божией, которая обращается к нам через страницы Библии. Вот слова. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой». В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. «Доколе невежды будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличению. Вот я и залью на вас Дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь ваши погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания, и не избрали для себя страха Господня. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Поразмышляйте над этим последним стихом. Слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Вот это и есть описание полной безопасности. Мудрость Божия предлагает нам эту безопасность. Слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. В том отрывке, который мы прочитали, мы видим, что мудрость предлагает нам безопасность, но немногие принимают ее. Немногие принимают наставления мудрости и прислушиваются к ее обличениям. И вследствие люди страдают от проблем, которые они могли бы избежать. И в заключение хотел бы задать всем вам вопрос. Готовы ли вы прислушаться к голосу Божьей мудрости, которая обещает вам полную и постоянную безопасность? До конца этой недели мы будем прислушиваться к голосу мудрости. На этой неделе мы изучаем тему, которая волнует всех людей. Тему, которая называется «Где обрести безопасность?». Во вчерашней вступительной программе я рассказал о том, что вопрос безопасности волнует всех людей, независимо от их национальности, их культуры, их социального или экономического положения. В современном обществе ежегодно тратятся миллиарды долларов на различные агентства, компании, фирмы, которые в той или иной степени занимаются вопросом обеспечения безопасности своих клиентов. И вчера я рассказал о некоторых из подобных организаций, как, например, страховые агентства, охранные агентства, общественные и частные, системы социальной защиты и также так называемые силовые структуры. И я не критикую подобные организации и компании, и просто хочу сказать, что все они вместе не могут обеспечить полную, постоянную безопасность своим клиентам. Да, в какой-то мере они полезны и необходимы, и они могут дать нам временную гарантию безопасности, но тем не менее, человек своими силами не в силах достичь постоянной, абсолютной безопасности. Однако же, существует другой способ обретения безопасности, который не зависит от человеческих усилий, и этот способ обладает большим преимуществом, так как не требует больших финансовых затрат. Этим способом является обращение к Божьей мудрости, которая обращается к нам через страницы Библии. Поэтому я приглашаю вас вместе со мной прислушаться голосу Божьей мудрости, который предлагает нам безопасность. И мудрость, о которой мы говорим, это мудрость не человеческая, а Божия, которая говорит к нам через страницы Библии. Вчера я процитировал отрывок из книги Притч, где мудрость обращается к нам. Сейчас я хотел бы еще раз прочитать 33-й заключительный стих первой главы книги Притч. «Слушающий меня, — говорит Божья мудрость, — будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Вот это и есть предложение, с которым мудрость приходит к нам. «Мудрость предлагает нам безопасность, и не просто безопасность, но и спокойство, а жизнь без страха, и что нам не придется бояться зла». Но в предыдущих стихах, в этой же главе, мы увидели, что мудрость предлагает нам не только совет, но и обличение. И, к сожалению, большинство людей не прислушиваются к советам и обличениям мудрости. Вот что мудрость говорит немного ранее, в этой же главе, в стихах 25 и 26. «Вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь в вашей погибели, по придет на вас ужас». Мы видим, что если мы не примем наставление и обличение мудрости, нас постигнет гибель и ужас. Предлагая нам наставление и обличение, мудрость нам говорит о том, что хорошо, а что неправильно. И существует одна тема, которую мы можем познать только через откровение божественной мудрости. Без Божьего откровения мы не сможем этого познать вообще. Мудрость предлагает нам различия между временным и вечным, между видимым и невидимым. Если мы не поймем различия между временным и вечным, мы не сможем достичь истинной безопасности. Послушайте слова апостола Павла во втором послании Коринфянам 4,18. «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Здесь мы видим ясное развлечение между двумя типами вещей, между видимым, между тем, с чем мы можем соприкоснуться нашими органами восприятия, и это все носит временный, непостоянный характер. И также существует невидимое, мир Божий, мир, где обитает Бог, где обитает Его истина. И этот мир полностью отличается от видимого мира. Павел говорит, что мы смотрим не на видимое. Это звучит парадоксально. Как можно смотреть на невидимое? На невидимое можно смотреть только верой. Верой мы соприкасаемся с невидимым и вечным. Через соприкосновение с вечным невидимым миром мы можем обрести постоянную безопасность. Есть еще один отрывок у пророка Исаия в 40-й главе, где описывает различия между временным и вечным. И он говорит нам, что через временное Бог привлекает наше внимание к вечному. Итак, 40-я глава Исаия из 6-го стиха. «Всякая плоть трава и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава. Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». И снова мы видим здесь противопоставление между временным и вечным. Человеческая жизнь временно. Все мы подобные траве. Мы растем, мы засыхаем, мы умираем. В этом мире нет ничего постоянного. Но тем не менее, человеческая жизнь прекрасна. Через эту красоту Бог привлекает наше внимание к чему-то другому, к вечному, к тому миру, где цветы не засыхают, к тому миру, где не действуют законы тления. Бог привлекает наше внимание к вечному, к невидимому и вечному. Итак, мы видим противопоставление. Трава засыхает, увядает, но Слово Бога нашего пребудет вечно. И Писание говорит, что народ, как трава. Вчера я сказал о том, что для того, чтобы достичь истинную безопасность, необходимо осознать ограничение человеческих возможностей. Мы должны признать тот факт, что безопасность, которая строится на человеческих возможностях, непостоянна. Точно так же, как и природа самого человека. Человек подобен траве. Трава растет, расцветает, она выглядит очень красиво, но затем она засыхает. Она непостоянна. Как только она отсветает, она засыхает. И это Божий закон. Бог установил этот закон для того, чтобы обратить наши сердца от непостоянного к постоянному, от вечного, от временного к вечному. И это обращает нас к Богу, к Его Слову, к Его мудрости, которая обращается к нам через Его Слово, предлагая нам полную, постоянную безопасность. видя это противопоставление между временным и вечным, каждый из нас должен принять решение относительно своей жизни. Мы должны принять решение, на чем мы будем строить, на временном или на вечном. Это очень ярко можно увидеть на примере притчи, которую рассказал Иисус Христос о двух людях, которые построили каждый дом. Один построил на песке, другой на камне. Строить на песке значит строить на временном, строить на камне значит строить на постоянном и вечном. Давайте прочитаем Матфея 7 главе «Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова Моисея и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. «Пошел дождь, разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Очень ясное противопоставление. Не существует никакой золотой серединки. Мы должны принять решение, на каком основании мы будем строить. Будем ли мы удовлетворены вечным и непостоянным тем, что мы получаем на основании своих достижений? Если да, то тогда, точно так же, как и в случае с человеком, который построил дом на песке, наша жизнь продержится какое-то время, но рано или поздно здание нашей жизни обрушится под давлением жизненных обстоятельств. И заметьте, что Иисус очень реалистичен. Он не сказал, если придут испытания, Он сказал, когда придут. Другими словами, каждый человек будет испытан рано или поздно. Мы не в состоянии избежать этих испытаний, поэтому давайте примем решение строить на постоянном основании, вечном основании, которое не разрушится под давлением никаких обстоятельств. Давайте будем строить на основании Божьего Слова, которое открывает перед нами мир вечный, постоянный, в котором не действуют законы тления, мир вечный, который так же вечен, как и сам Бог, мир, который основан на Божьем Слове. Божье Слово выражает вечный характер Бога. Божье Слово открывает нам путь через пески времени к вечной скале, к вечному камню, на котором мы все можем строить свою жизнь с абсолютно непоколебимой уверенностью, зная, что это основание выдержит испытания временем, испытания любыми обстоятельствами. В предыдущих программах на этой неделе я сказал о том, что вопрос обретения безопасности присущ всем людям, независимо от их национальности, культуры, социального или экономического положения. Во все времена и в особенности сейчас люди всегда искали безопасность и в ее поисках они обращались к разным источникам. и в той или иной мере люди смогли обеспечить себя безопасностью, но тем не менее эту безопасность нельзя назвать полной и окончательной. С другой стороны, Божья мудрость, говорящая к нам через страницы Библии, предлагает нам полную, постоянную безопасность. Вот что говорит Божья мудрость в притчах 1 главе 33 стихе. «Слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не сражаясь зла». Это обетование полной и постоянной безопасности. Эта безопасность приходит через слушание Божьей мудрости. Если наши уши открыты для слышания Божьего голоса, тогда мудрость раскрывает перед нами два мира, мир временный и мир вечный. Безопасность, которую предлагает нам Божья мудрость, основывается только на вечном мире. Так как все человеческие усилия ограничены миром временным, то и безопасность, которую мы можем достичь человеческими усилиями, также временная. контраст между временным и вечным иллюстрирован на примере притчи Иисуса Христа о двух людях, каждый из которых построил дом. Но в каждом случае дом построен на разном основании. Один дом был построен на песке, другой на камне. Песок — это образ временного и непостоянного. камень — это образ вечного и постоянного. Оба дома были подвержены испытаниям, ветру, буре, дождю, и тот, который стоял на камне, устоял, а который был построен на песке, упал. Иисус сказал, что строить на камне мы можем через слышание Его Слова и исполнение этого Слова. Это единственный путь к постоянной полной безопасности. Всякая другая форма безопасности может быть уподоблена дому, который построен на песке. Возможно, он и простоит какое-то время, но рано или поздно он обрушится под давлением жизненных обстоятельств. Сегодня мы рассмотрим природу скалы, камня, на котором мы можем строить безопасности и во времени, и в вечности. Библия очень ясно раскрывает нам природу этой скалы. В 1-м послании Коринфянам 3-й главе 1-м стихе апостол Павел говорит, «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Все очень ясно и практично. Единственным основанием, которое простоит всю вечность, является основание Иисуса Христа. Он сам является основанием, которое Бог заложил, и мы не можем изменить этого и предложить Богу что-то другое. Мы можем просто принять веру и то, что Бог уже предложил нам. В 1-м послании Петра 2-й главе с 4-го по 6-й стихи Петр говорит об Иисусе, «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному и драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». И снова мы видим, что Петр представляет Иисуса в виде живого камня. И он говорит, что если мы придем к Иисусу с верой, возложим всю свою веру на Него, тогда мы также станем живыми камнями, из которых будет строиться духовный дом на этом основании. И этот духовный дом даст нам полную безопасность. тот, который уповает на Иисуса, говорит Петр, не постыдится никогда, ни во времени, ни в вечности. Человек, который надеется на Иисуса, никогда не постыдится, никогда не разочаруется, никогда не останется в стыде, никогда не окажется в такой ситуации, где Иисус не смог бы поддержать его. И существует два шага, которые необходимо предпринять для того, чтобы строить на основании Иисуса Христа. Послушайте меня сейчас внимательно, потому что это очень и очень важно. Я буду говорить кратко и простым языком, но слушайте меня очень внимательно. Первый шаг. Отрекитесь упования на временное. Отрекитесь от упования на самого себя, на свои возможности, на свою мудрость, потому что в конце концов все это песок. Отрекитесь от этого. И второе. Примите решение посвятить себя, свою жизнь, все, что у вас есть, все, кто вы есть, Богу во времени и в вечности. Иисус пообещал нам, что приходящего ко мне не изгоню вон. Поэтому, если вы придете к Нему, Он примет вас. Возможно, вы религиозный человек, порядочный человек, с хорошей моралью, но тем не менее, в конечном итоге, все это песок. Это человеческие усилия. Для того, чтобы строить на скале, необходимо отречься от своей самоправедности, своей порядочности, своей морали, как основу для достижения безопасности. и сказать Иисусу, Иисус, я прихожу к Тебе, я принимаю Тебя как своего спасителя, я принимаю от Тебя верой дар вечной жизни, и я отдаю всю свою жизнь полностью Тебе. Вот так мы строим на вечном камне Иисусе Христе. Посвящение Иисусу Христу производит прямые взаимоотношения с Ним, которым невозможно найти замены. Эти взаимоотношения описаны во многих отрывках Библии. Один из самых, на мой взгляд, замечательных, это Псалм 22. Я прочитаю первые четыре стиха из этого Псалма, где Давид раскрывает природу своих взаимоотношений с Господом. Он говорит, «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». По-моему, это и есть полная безопасность. В этом одном стихе суммировано все, что можно сказать о безопасности. Эта безопасность основана на личных взаимоотношениях с Господом. «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Бог покрывает все мои нужды во времени и в вечности, потому что Он мой пастырь». Дальше Давид говорит, «Он, Господь, покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стезе правды ради имени Своего». Я бы сказал об этом так, что когда мы посвящаем себя Господу, Господь берет полную ответственность за нашу жизнь, за все ситуации, за все наши обстоятельства, и Он делает это ради имени Своего. Он делает это не потому, что мы хорошие, образованные, порядочные люди, но Он делает это потому, что Он верен Своему имени. и ради славы Своего имени Он никогда не нарушит Свой завет с нами. В четвертом стихе Давид говорит, «Если я пойду долиной смертной тени, я не убою зла, потому что Ты со мной, Твой жезл, Твой посох, они успокаивают меня». Здесь говорится о безопасности, которая простирается из времени в вечность. В жизни каждого из нас придет время, когда нам придется перейти из времени в вечность, распрощаться с землей, с этой жизнью. Но даже перед лицом смерти мы не должны бояться, потому что Господь с нами, даже в долине смертной тени, Он будет поддерживать нас, укреплять нас, утешать нас, и Он примет нас. Очень часто мне приходилось сопровождать людей к ходу в долину смертной тени. Но рано или поздно наступает такой момент, куда мы не можем уже следовать за людьми, где мы должны передать людей под заботу нашего пастыря Иисуса. Я пережил это со своей первой женой Лидией, которая была замечательным человеком, слугой Господа. Я был рядом с ней, когда она умерла. Я довел ее до самого входа в долину смертной тени. И затем мне пришлось выпустить ее руку. И Господь взял ее руку. И Он примет руку каждого человека, который посвящен Ему. Господь верен нам в жизни и в смерти. Он верен нам в вечности и во времени. Не существует никакого зла во всей вселенной, которая могла бы разорвать наши взаимоотношения с Господом. Послушайте слова апостола Павла в 8 главе послания к римлянам, 38-39 стихи. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Не существует абсолютно ничего во всей вселенной, что могло бы разорвать наши взаимоотношения с Господом Иисусом Христом. Он — вечная скала, вечный камень, Он — наше основание, и от Него исходит полная и постоянная безопасность. Во вчерашней программе я рассказал о том, что постоянная безопасность исходит от взаимоотношений с Иисусом Христом. Эти взаимоотношения наиболее ярко описаны в 22-м псалме, стихах с 1-го по 4-й. В этих стихах Дэвид говорит, «Господь — пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Я сказал, что в этом стихе описано состояние полной безопасности, которое исходит из взаимоотношений с Иисусом Христом. «Господь — мой пастырь, поэтому я ни в чем не буду нуждаться. Он покрывает все мои нужды во времени и в вечности». Дальше Дэвид продолжает, «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». И вчера я сказал, что когда мы посвящаем свою жизнь Иисусу Христу, Он принимает ответственность за каждую нашу нужду, за каждое обстоятельство, за каждую ситуацию. Дальше Дэвид говорит, «Если я пойду и долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Безопасность взаимоотношений с Иисусом Христом не заканчивается с нашей земной жизнью, но переходит вместе с нами из времени в вечность. Господь с нами, с каждым человеком, который посвящен Ему. Он сопровождает нас, когда мы проходим через долину смертной тени. Также я процитировал слова апостола Павла, в которых он описывает силу наших взаимоотношений с Иисусом Христом в Римлянах 8 главе 38-39 стихах он говорит, «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Взаимоотношения с Иисусом Христом неразрывны. Во всей вселенной не существует такой силы, которая могла бы разорвать наши отношения с Господом. Сегодня я хотел бы рассказать о том, что через взаимоотношения с Иисусом Христом мы обретаем вечную надежду. Надежда — это одно из самых замечательных слов человеческого языка и лексикона. Надежда дает нам силу переносить трудности, которые мы встречаем на своем пути. Надежда не избавляет нас трудностей, но она дает нам крепость и силу и волю к победе. Но с другой стороны, безнадежность лишает человека инициативы, силы и воли к жизни. Жить в этой жизни без надежды — это трагедия, но умирать без надежды — это полный крах. но верующих в Иисуса Христа это не должно пугать, потому что в притчах 14.32 говорится, что за зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. В другом переводе этого же стиха говорится, что за зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти имеет убежище. Итак, один перевод говорит, праведный имеет надежду, другой говорит, праведный имеет убежище. Так мы можем сказать, что человек, посвященный Господу, даже посреди долины смертной тени, имеет убежище и надежду. Этому мы можем противопоставить слова апостола Павла в послании к Ефесянам 2 главе 12 стихе, где он описывает состояние людей, которые не имеют отношения с Иисусом Христом. Он написал это послание верующим из язычников, которые раньше не имели Евангелия, которые не имели Писания, не имели познания об истинном Боге. И вот, что он им пишет. Помните, что вы были в то время без Христа, отчуждены от Христа, отрезаны, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Какое-то ужасное состояние без надежды, без Бога в мире. В одном из переводов слово «без» употребляется в этом стихе трижды. Без Христа, без надежды и без Бога. ужасное ужасное состояние. Человек, который строит только на временном, на непостоянном, на песке, который не посвятил себя вечному камню, вечной скале Иисусу Христу, человек, который живет без Христа, не имеет надежды и Бога. И я надеюсь, что вы прислушаетесь к этим словам. И если вы еще не сделали этого посвящения, то вы сделаете его сегодня. Зачем вам продолжать жить без Христа, без надежды и без Бога? Итак, мы увидели контраст между двумя типами людей, между людьми, которые посвятили себя Иисусу Христу и которые не посвятили себя Иисусу. Я процедировал слова апостола Павла в Ефесянах 2 главе 12 стихе о том, что люди жили без Христа, без надежды и без Бога в мире. Теперь я бы хотел сделать еще один шаг вперед и показать разницу между смертью верующего человека и человека неверующего, который отделен от Христа, который не посвятил себя Иисусу Христу и не имеет общения с Богом. Первое послание Фессаладикейцам 4 глава с 13 по 18 стихи апостол Павел написал эти слова христианам, которые только обратились к Господу, и он объясняет им определенные моменты христианского учения, и он наставляет их о правильном отношении к смерти. И он говорит, что смерть, да, это печально, но тем не менее наше отношение к смерти должно отличаться от отношения людей к смерти. И он говорит, не хочу оставить вас, братья в неведении, об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. И обратите внимание, что люди, которые не соединены со Христом, не имеют надежды в смерти. С другой стороны, говоря о верующих, которые переходят к Господу, он использует фразу, которая в оригинале звучит, как «заснули». Он говорит, не «умерли», а «заснули». И дальше он описывает основания для такой надежды. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Заметьте, «Ви Иисусе». Верующие умерли во взаимоотношениях с Иисусом Христом, они были во Христе, но они соединены с тем, который умер за них и воскрес, и благодаря этому союзу они также воскреснут в определенный Богом день. И дальше Павел говорит, «Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Это слова утешения. Давайте не будем печалиться, как люди, не имеющие надежды. Да, мы теряем близких, да, мы переживаем боль, но это не боль отчаяния и безнадежности. Мы знаем, что скоро мы встретимся с нашими близкими, потому что мы также будем с Господом. Я вспоминаю сцены из моей жизни, которые произошли со мной в Африке, одна в Египте, когда я был на экскурсии в Гизе, мы рассматривали египетские пирамиды и невдалеке от нашей группы проходила похоронная церемония. Эти люди были мусульмане и они подняли невероятный вопль, вопль беспомощности и безнадежности. И этот вопль буквально как ножом пронизал мое сердце. Я сказал Господу Боже, благодарю Тебя за то, что Ты избавил нас от этой безнадежности. Я начал молиться о миллионах людей, которые еще не имеют надежды на вечность. Я вспоминаю еще одно переживание, которое произошло со мной в Восточной Африке, когда я был директором педагогического колледжа. Одна из моих студентов заболела ТИФом и попала в больницу, где она впала в состоянии комы. Мы с моей супругой Лидией поехали навестить ее, она лежала в коме, не в состоянии отреагировать на наши слова. Я помолился и сказал Господь, помоги ей выйти из комы. И как только я закончил молитву, она открыла свои глаза и посмотрела на меня. Ее звали Агнета. Я спросил ее, Агнета, скажи, твоя душа находится в руках Иисуса или нет. Она посмотрела на меня и сказала, да, и тут же опять отключилась. Но я успокоился, потому что я знал, что она соединена с Иисусом неразрывными узами любви. Послушайте слова, записанные в притчах 4 главе 18 стихе. Сизя праведных как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Когда вы стали анестезию праведности и посвятив себя Господу, тогда каждый ваш следующий шаг вы делаете в направлении света. И окончательным рассветом будет ваш переход из времени в вечность. Когда вы дойдете до конца долины смертной тени и увидите свет славы Божьей. На этой неделе мы рассмотрели различие, которое раскрывает нам Библия между двумя миром, между миром временным и миром вечным. Своими силами человек может достичь определенной меры безопасности во временном мире, но у него нет никаких сил для того, чтобы обеспечить себе вечную безопасность. И безопасность, которая заканчивается со смертью человека, не отвечает на глубочайшую нужду человеческого сердца. Однако Библия говорит нам о другом виде безопасности, безопасности, которая начинается здесь, в этой жизни, на земле, но затем простирается вечность. И эта безопасность основана не на человеческих силах, но на прямых взаимоотношениях с Иисусом Христом. Эти взаимоотношения замечательно описаны в двух стихах 22-го Псалма, в первом стихе, где говорится, «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Это безопасность в этой временной жизни. Бог покроет все мои нужды. Господь принял полную ответственность за мою жизнь. И затем в четвертом стихе Давид, взирая вперед, говорит, «Если я пойду и долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Здесь мы видим описание безопасности вечности. Когда мы выходим за пределы времени, когда мы прощаемся с этой землей, с знакомым нам миром и вступаем в новый незнакомый мир, вечный мир, нам не нужно прощаться с Господом, потому что Он будет с нами, Он встретит нас в конце этой долины и Он проведет нас в вечность, где мы с Ним будем навсегда. Это ожидает всех, кто посвятил себя Иисусу Христу. И плодом этой безопасности является надежда. Вчера я рассказал о противопоставлении, которое мы увидели на примере Нового Завета между отношением к смерти верующего человека, который просто засыпает, и смертью неверующего человека, который умирает без надежды на воскрешение. И Писание говорит, что праведный имеет надежду и при смерти. Истинная надежда — это большая редкость в современном мире. Она настолько драгоценна, что я бы хотел посвятить этому сегодняшнюю программу. Как проповедник, я могу искренне признаться, что у меня есть любимые темы, к которой относятся и тема надежды. Я просто обожаю говорить на эту тему. Поэтому давайте поговорим о надежде. Я надеюсь, что это кажется для вас благословением. Я хочу поделиться с вами двумя образами, описаниями надежды, которые описаны в Новом Завете. И, кстати говоря, оба описаны в шестой главе послания к евреям. Давайте рассмотрим первое описание надежды, где надежда представлена как прибежище, шестая глава евреям, стихи 16 по 18. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Автор этого послания уверяет нас в том, что наша уверенность в Боге, наше упование на Боге может покоиться на двух неизменных вещах, на Божьем Слове и на Божьей клятве. Богу не обязательно было клясться, но Бог снизошел к нам и для того, чтобы уверить нас в непреложности своих обетований, приложил к этому еще и клятву. И говорится, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели «Мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Обратите внимание на фразу «Прибегшие взяться за предлежащую надежду». Эта фраза или этот образ взят из Ветхого Завета, где, когда человек преследовался мстителем за кровь, он мог убежать в место безопасности. Если ему удавалось добежать до жертвенника, который находился в скине, и взяться за рог жертвенника, тогда он был в безопасности. И автор послания к евреям берет именно этот пример, пример того, когда человек мог взяться за роги жертвенника, и он говорит, что наша надежда это и есть этот жертвенник, этот рог жертвенника, за который мы можем ухватиться, и ухватившись за него, мы будем в безопасности. Возможно, нас преследуют разнообразные страхи, чувства вины, чувства неуверенности, страх перед будущим, страх перед болезнями, но если нам удастся добраться до жертвенника и взяться за рог этого жертвенника, за надежду, тогда ничто не сможет уже принести нам вред. Надежда дает нам безопасность. Фраза «прибегший взяться за предлежащую надежду» говорит о том, что нам необходимо поторопиться, что опасность нарастает, что силы зла нарастают и мы должны поторопиться, не задерживаться, поторопиться к Божьему жертвеннику для того, чтобы никакие силы тьмы не стали на нашем пути и мы не потеряли возможности получить надежду. так мы должны возложить свое упование на Божью верность, на Его посвященность нам в Иисусе Христе и мы должны сделать это перед тем, как нас настигнут трудности, когда мы уже будем не в состоянии простираться жертвеннику надежды. Поэтому сегодня я хочу посоветовать к вам бегите поскорее к Божьему жертвеннику и схватите за его рог и пусть никакие трудности, никакие проблемы не одолеют вас. Итак, это был первый образ надежды. Надежда как прибежище. В следующем стихе этой же главы автор этого послания приводит нам второй образ надежды. Сразу же за первым. Стихи 19 и 20 «Которая надежда для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутрешнее за завесу, куда притечий за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Это второй образ надежды. Надежда это якорь. Якорь для нашей души. Этот якорь прочный, крепкий, безопасный, и он простирается из во времени в вечность за завесу, которую разделяет мир временный от мира вечного. И этот якорь соединяет нас с вечной скалой, с личностью Иисуса Христа. И этот якорь не подвержен проблемам, которые бушуют во времени. Он простирается в вечность. И этим якорем мы надежно соединены с Иисусом Христом, с вечной скалой. В моей жизни был период, когда я отчаянно нуждался в надежде. Именно через эти стихи Бог вдохнул в меня надежду. По природе я аналитик. До того, как я стал проповедником, я был логиком. Когда я прочитал эти стихи, я начал размышлять над ними, и я хочу поделиться с вами ходом моих мыслей. Я сказал самому себе «Итак, надежда это якорь. Якорь значит должен быть корабль. Корабль, который стоит на якоре». Затем я задал себе вопрос «Зачем кораблю нужен якорь?» И я ответил самому себе «Потому что корабль плавает по воде, которая является нестабильным элементом. Воду невозможно взять, за нее невозможно ухватиться. Если вы схватитесь за воду, руками, вам это не поможет. Вода не гарантирует вам никакой безопасности, поэтому для того, чтобы получить безопасность, корабль должен сбросить якорь, якорь должен пройти через воду и соединить корабль с более стабильным элементом, с дном. море море или море или море море и затем Бог начал говорить ко мне и Он сказал, что твоя жизнь подобна кораблю, ты плаваешь по водам этого мира, которые очень нестабильны и непостоянны. В этом мире не за что ухватиться. в этом мире ничто не может гарантировать тебе полной безопасности, поэтому если ты хочешь достичь безопасности, подобно кораблю, ты должен спустить якорь, который должен дойти через время вечности, потому что только Бог, Его присутствие, только то, что совершил Иисус на кресте, может гарантировать нам полную безопасность. И я принял решение сделать это. И когда я это сделал, моя жизнь изменилась. Я сбросил якорь, и этот якорь перешел из времени в вечность, и он соединил меня с Иисусом Христом. Я получил мир, которого раньше я не имел, и с тех пор этот мир всегда со мной. русский и русский. Данная программа переведена с оригинального английского на русский язык. изучения и христианского служения. На этой неделе мы продолжим изучение темы, которую мы начали на прошлой неделе, темы, где найти безопасность. На прошлой неделе мы с вами рассмотрели, что поик безопасности свойственен всем людям, независимо от их национальности, культуры, социального или экономического положения. Во все времена, и в особенности в наше время, люди искали и продолжают искать безопасность, и они обращаются за этим к разным источникам. И в каком-то смысле, до определенного уровня, люди смогли достичь ограниченной безопасности, но, тем не менее, человек не смог достичь постоянной, абсолютной безопасности. С другой стороны, Божья мудрость предлагает нам альтернативный способ достижения безопасности. Послушайте, что Божья мудрость говорит нам в первой главе книги Притч в 33 стихе. «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Я прочитаю эти слова еще раз. «Постарайтесь пережить безопасность, которую предлагает нам Бог. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Когда наши уши открываются для слышания Божьего голоса, мудрость открывает перед нами два разных мира — мир временный и мир вечный. Безопасность, которую предлагает нам Божья мудрость, основана на духовном вечном мире. С другой стороны, так как все человеческие усилия в достижении безопасности ограничены миром временным, то также и безопасность, которую мы можем достичь, носит временный, приходящий характер. Основанием для достижения безопасности, которую предлагает нам Библия, являются личные отношения с Иисусом Христом. Эти взаимоотношения замечательно описаны в 22-м псалме. В стихе 1-м Давид говорит, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Здесь описывается безопасность в этой временной земной жизни. Бог покрывает все наши нужды. Давид говорит, «Ни в чем не буду нуждаться». И затем, в 4-м стихе этого же псалма, Давид говорит о переходе из времени в вечность. «Если я пойду и долиной смертной тени, не боюсь зла, потому что Ты, Господь, со мной. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня». Как я уже сказал, Бог дает нам безопасность не только в этой жизни, но и в вечности. И в момент нашего перехода от времени в вечность, Бог дает нам безопасность, потому что Он будет рядом с нами, и Он переведет нас за руку в вечность. Мы можем иметь эту безопасность точно так же, как она была в сердце Давида. Господь — наш пастырь. На этой неделе мы рассмотрим различные аспекты безопасности в этой земной жизни, безопасности в трудностях, финансовой безопасности, эмоциональной и так далее. Вместе с вами мы рассмотрим, как Бог хочет дать нам эту безопасность, а также условия, на основании которых мы можем переживать Божью безопасность. Сегодня я хочу рассказать о безопасности в частной нужды, например, в войнах, в голодах и так далее. И в самом начале я хотел бы сделать ударение на том, что я буду говорить не только на основании теории, но на основании моего опыта, который я пережил в этой сфере. Одно обетование, которое обещает нам безопасность в подобных ситуациях, в ситуациях войны, голода, записано в 90-м псалме, который некоторые называют Божьим бомбоубежищем. Я прочитаю первые 10 стихов 90-го псалма, и затем мы поразмышляем над тем, что мы прочитали. Послушайте меня внимательно, и я прочитаю эти удивительные слова. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенить тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие полдень. «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не переключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Теперь позвольте мне прокомментировать то, что мы только что прочитали. Давайте обратим внимание на то, что существуют условия, которые мы должны соблюсти для того, чтобы войти в это состояние полной безопасности. Первый стих говорит «живущий под кровом Всевышнего». Слово «кров» более дословно можно перевести как «потаенное место», потому что на иврите в оригинале использовано слово, которое в корне имеет значение «тайна». Поэтому мы будем использовать словосочетание «потаенное место». «Итак, живущий в потаенном месте Всевышнего под сенью всемогущего покоится». Это говорит мне о пребывании в Боге. Не о том, когда мы только иногда во времена трудностей укрываемся под кровом Всевышнего, но говорится о постоянном пребывании в потаенном месте Всевышнего во все времена, и в тяжелые, и в легкие. Завтра я расскажу о том, как мы можем попасть в это потаенное место, но сегодня мы рассмотрим это как необходимое условие для пребывания в безопасности, потому что в противном случае мы не сможем достичь безопасности. Писание говорит «живущий в потаенном месте Всевышнего под сенью всемогущего покоится». Слово «покоиться» подразумевает «переночевать». То есть имеется в виду, что во время темноты у нас будет место полной безопасности. Второе условие, о котором здесь говорится, записано во втором стихе, «говорит Господу, прибежище мое и защита мое», и так далее. И это также не случайно. Второе условие — это дерзновенное личное провозглашение нашей веры в Бога. Мы должны не только верить в своем сердце, но также и говорить об этом своими устами. В одном из псалмов, псалмопевец говорит «так да скажут избавленные Господом». Избавление или искупление вступает в силу тогда, когда мы свидетельствуем о нем своими устами. Теперь давайте рассмотрим разнообразные проблемы, от которых Бог обещает защищать нас. «Бог будет защищать нас от ужаса в ночи, от стрелы, летящей днем, от язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень». И дальше в 7 стихе перечисляется все, что только может как-то выступать против нас. Говорится, «Подупы для тебя тысячи и десять тысяч одесны у тебя, но к тебе не приблизятся». Я могу сказать, что я лично стал свидетелем исполнения этого обетования во время моей службы в британской армии во время Второй мировой войны. Однажды мы попали под бомбежку, и я сидел посреди пустыни и смотрел, как бомбы падали кольцом вокруг меня, но ни одна из них не приблизилась ко мне. И в этот момент этот стих ожил для меня. «Подупы для тебя тысячи и десять тысяч одесны у тебя, но к тебе не приблизятся». Для того, чтобы подтвердить то, что я только что говорил о Паттайе вместе с Всевышним, я хотел бы сейчас поделиться с вами моим личным переживанием, которое я пережил вместе с своей первой женой Лидией и приемными дочерями, шесть из которых были еврейки, одна арабка и одна англичанка. Мы жили в Иерусалиме во время образования государства Израиль, 1947-1948 годы, и в это время мы пережили многое из того, о чем описывается в 90-м Псалме. Мы пережили голод, недостаток воды, нужду в пище, и эта нужда была присуща всем евреям, которые жили в Иерусалиме, но Бог сверхъестественно благословлял нас водой и питанием. Мы постоянно находились в опасности. На улицах охотились снайперы. Однажды наша дочь переходила улицу, и человек, который шел перед ней, был застрелен снайпером. Но пуля не коснулась нашей дочери, нашей старшей дочери тыквы. И когда в Иерусалиме началась война, тот дом, в котором мы жили, находился всего в нескольких сотнях метров от передовой. И в течение шести недель мы жили в прачечной, которая находилась в подвале нашего дома. И когда мы вышли на поверхность, мы увидели, что все наши стекла в Думе были разбиты пулями. Я вспоминаю, как однажды одна пуля отрикошетила и упала в прачечную на ногу моей жены, но ей не причинило никакого вреда. Итак, когда я говорю о Патрионном месте Всевышнего, вы видите, что я предлагаю вам не простую теорию, но я говорю о том, что я пережил на собственной жизни. И я хочу предложить вам пережить это в своей жизни. Убедитесь в том, что у Бога есть для вас потаенное место. На этой неделе мы продолжаем изучение темы, где найти безопасность. В предыдущих программах мы рассмотрели, что поиск безопасности свойственен всем людям, независимо от их национальности, экономического и социального положения. Люди всегда искали и продолжают искать безопасность и по сегодняшний день. И в каком-то смысле они смогли достичь определенного уровня безопасности, но, к сожалению, постоянная абсолютная безопасность остается в недосягаемости людей. И я верю, что где-то в глубине наших сердец мы все это прекрасно осознаем. Несмотря на все наши попытки достижения безопасности, внутри нас, где-то глубоко в подсознании остается ощущение небезопасности. И мы рассмотрели, что Библия предлагает нам полную постоянную безопасность. Например, мы рассмотрели обетование, записанное в 1 главе притча в 33 стихе, где Божия мудрость, обращаясь к нам, говорит, «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Здесь говорится о полной безопасности. И вчера мы рассмотрели, что Библия предлагает нам безопасность во время нужды, во время голода, войны и так далее. И вчера мы с вами рассмотрели, что у Бога есть потаенное место, описанное в 90-м псалме. Я прочитаю сейчас эти замечательные стихи снова, для того, чтобы они засели в нашем сознании и отпечатались в нашей памяти. 90-й псалом с 1 по 10 стихи. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подли тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, «Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не переключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». И вчера я рассказал о том, что существует два основных условия. Во-первых, мы должны обитать в этом постоянном месте Всевышнего, не только приходить туда во время кризиса и нужды, но обитать там постоянно. И во-вторых, мы должны лично дерзновенно свидетельствовать о своей вере в Бога. Во втором стихе этого псалма говорится, «Говорит Господу». И то, что мы говорим о Господе, должно соответствовать Слову Божьему. Если мы не будем говорить об этом вслух, тогда это не будет иметь силы в нашей жизни. Сегодня мы рассмотрим очень важный и практический вопрос, который следует логически из того отрывка, который мы прочитали только что. Вопрос заключается вот в чем. Как мы можем попасть в потаенное место Всевышнего? Где его найти? Совершенно очевидно, что потаенное место — это тайное место, и его нужно найти. Оно не рекламируется, не существует никаких дорожных знаков, которые говорят, «Здесь дорога к потаенному месту», потому что если существует знак о том, где находится это потаенное место, то это уже не потаенное место. Но у Бога есть тайное, скрытое место, которое нужно найти. В книге Иова записаны замечательные слова, которые помогут нам найти дорогу к этому потаенному месту. И в этом отрывке Иов говорит, «Кто знает, где обитает премудрость?» Итак, мы прочитаем несколько стихов из 28 главы книги Иова, где говорится о том, как Бог надежно спрятал это потаенное место. С 7 стиха мы читаем, «Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна, не попирали ее с кимны, и не ходил по ней шакал». Мы видим, что ни одно животное, никакая птица не знают дорогу к этому потаенному месту. В этой же главе, в 14 стихе, говорится, «Бездна говорит не во мне она, и море говорит не у меня». Это место сокрыто не на глубине моря. В 21, 22 и 23 стихах говорится, «Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаина. А вадон и смерть говорят, «Ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее». Вот что Библия говорит об этом потаенном месте Всевышнего. Животные не знают туда дорогу, птицы не знают туда дорогу. Это место находится не во глубине морской. Но существует в этом отрывке интересный намек. Написано, что «Авадон и смерть, или разрушение и смерть, говорят ушами нашими, слышали мы слух о ней». То есть, говоря простым языком, мы можем сказать, что здесь начинается тепло. Я думаю, что вы играли в детстве в игру, когда кто-то прятал какой-то предмет, и вы заходили в комнату, и когда вы подходили ближе к предмету, говорили «теплее, теплее», и когда вы отходили дальше, говорили «холоднее, холодно». И здесь Писание дает нам намек. «Авадон и смерть, говорят, «Ушами нашими слышали мы слух о ней». То есть, когда мы подходим к Авадону и смерти, тогда становится теплее. Я вспоминаю древние замки, в которых мне доводилось бывать в Англии, а также в Европе. Часто в этих замках встраивались потаенные двери с тайным ходом, который вел к подземному ходу, который выводил из замка. И часто этот тайный ход, дверь в этот тайный ход закрывалась какой-то картиной или каким-то панно. И когда убираешь эту картину или панно, то можно найти какую-то небольшую кнопку, которую нужно нажать, и тогда откроется дверь. Дверь в подземелье. И мне кажется, то же самое мы могли бы сказать об ужем потаенном месте. Это место закрыто картиной, которая скрывает от нас вход в этот потаенный ход. И дверь в этот вход имеет форму креста. Когда мы видим крест, нам хочется отвернуться от него. Это то, что нам не нравится. Но за крестом находится дверь в потаенный ход, который ведет нас в потаенное место Всевышнего. Итак, крест — это дверь в это потаенное место, куда не может зайти ни один зверь, ни какая птица. Это место находится в духовном мире, а не в физическом. И сейчас я хотел бы прочитать слова апостола Павла, записанные в третьей главе послания к Колоссянам, где говорится о том, что мы можем пребывать в этом потаенном месте. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Обратите внимание, ключевая фраза — «жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Это произойдет не после того, как мы перейдем в вечность, но уже сейчас. Сейчас мы можем быть сокрыты со Христом в Боге. Павел говорит, что «мы умерли». «Мы умерли на кресте». Дело в том, что когда Иисус умер, Он умер не ради Себя самого, а ради нас. Он был нашим представителем, Он взял на Себя нашу вину, наше осуждение, Он уплатил полную цену и умер нашей смертью. Поэтому, когда мы понимаем это и верой принимаем это в свою жизнь, тогда смерть Иисуса становится нашей жизнью. Павел говорит, «Я сраспялся со Христом, а что живу во плоти, то живу не я, но Иисус живет во мне». И здесь Павел говорит в этом отрывке, что «мы умерли, мы перешли, прошли через смерть Иисуса, через крест в новый мир, в мир духовный, в мир, с которым мы не можем соприкоснуться своими органами восприятия. Звери и птицы не могут соприкоснуться с этим миром, потому что этот мир находится во Христе, и мы сокрыты со Христом в Боге». Поразмышляйте сейчас над безопасностью, которую предлагает нам Бог. Это двойная безопасность. Во-первых, мы во Христе, и во-вторых, мы в Боге. И ничто во всей Вселенной не может достать до вас, пока это не пройдет через Бога, через Христа. Мы живем в этом мире, во плоти, но мы живем и другой жизнью, жизнь, которая исходит из другого источника. Наши тела — это просто глиняные сосуды. Павел говорит, что глиняные сосуды могут проходить через разные трудности, давление. Никто не гарантирует нам отсутствие трудностей, но в этом глиняном сосуде находится другая жизнь, жизнь вечная, жизнь нетленная, жизнь неразрушимая. Мы отождествляемся с Иисусом Христом и с Богом, и с нами не может произойти ничего, что противно воле Божией. Бог дает нам полную безопасность посреди войн, голода, землетрясений. И что бы ни стало на нашем пути, мы можем находиться в потаенном месте Всевышнего и иметь полную защиту от всякого зла. В предыдущих программах на этой неделе я рассказал о потаенном месте Всевышнего, которое описывается в 90-м псалме. В этом месте мы можем быть защищены от любых опасностей, от стрелы, летящей днем, от язвы, ходящей в полдень. В этом месте мы полностью сохранены от Божьего суда над нечестием и грехом. В этом месте с нами не приключится никакого зла. И вчера я подвел вас к потаенной двери, которая ведет к этому потаенному месту. Я сказал, что эта дверь имеет форму креста. Я сравнил это с потаенными дверями, которые часто встраивались в древних замках, которые закрывались какими-то картинами или панно, под которыми находилась кнопка, нажав которую открывалась дверь, которая вела в потаенное место. Я сказал, что на это мы можем сравнить с крестом. Крест — это как изображение, которое скрывает от нас потаенную дверь. Крест не имеет в себе ничего привлекательного. Он вроде бы не гарантирует нам никакой безопасности. Но когда мы начинаем понимать природу того, что произошло на кресте, мы начинаем осознавать, что именно через крест мы можем обрести безопасность. Потому что на кресте Иисус отождествил Себя с нами. Он взял на Себя нашу вину, осуждение. Он умер нашей смертью и уплатил нашу цену. И когда Он умер, мы умерли в Нем. Его смерть стала нашей смертью. И через Его смерть мы перешли из этого мира нестабильности зла в другой мир. И Павел говорит в послании к Колосянам, что жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. В Боге, значит, в потаенном месте. Мы сокрыты со Христом в Боге. Это произойдет не после того, как мы умрем и перейдем в вечность, но мы можем иметь уже это сейчас, в этой жизни. Сегодня мы поговорим об безопасности в другой сфере. В той сфере, где мы все отчаянно нуждаемся в ней, но, к сожалению, часто не получаем. Сегодня мы поговорим об эмоциональной безопасности. умственные и эмоциональные трудности и давление нарастают с каждым днем и годом. Недавно я услышал, что каждый четвертый человек в нашей стране нуждается в помощи психиатра или психолога. Большинство психиатрических клиник сегодня наполнены до отказа. И, как правило, люди обращаются к помощи психолога или психиатра после того, как они пережили какой-то эмоциональный или умственный кризис. И мне кажется, что существует намного больше людей, которые не обращаются к психиатрам, чем те, которые обращаются к психиатрам, но которые имеют точно такие же самые проблемы. Но существует выход из подобного состояния, и этот выход заключается в одном слове — в слове «мир». Мир не в смысле отсутствия войны, а в смысле чувства целостности, покоя. Существуют враги, которые противостоят нашему миру. И этими врагами являются страх и беспокойство. Каждый из них имеет много разнообразных форм. Мы можем, например, бояться болезней, бояться человеческого мнения, бояться финансового краха или переживать беспокойство по поводу точно того же самого. Беспокойство мы можем сравнить с червячком, который точит нас изнутри. Страх — это нечто более крупное и мощное, что пытается раздавить нас. Но, как правило, и то, и другое приводит нас к краху. Бог дает нам защиту против страха и беспокойства. И этой защитой является доверие или упование. Я хотел бы прочитать сейчас отрывок из 26 главы Исаии, 3-4 стихи, где пророк Исаия говорит о защите от страха и беспокойства. Эти стихи он говорит Господу и говорит, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». И первый стих еще раз. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире», то есть в полной безопасности от страха и беспокойства. И в этом стихе также говорится о том, через какую сферу страх атакует нас. Написано, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». И иметь твердый дух мы можем тогда, когда мы уповаем на Господа. И дальше Писание говорит, «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Слово «Господь» в 4 стихе встречается дважды, как бы ставя ударение на том, что только Господь является твердыней вечной. Вы помните, на прошлой неделе мы говорили о якоре, который проходит из времени в вечность, и который соединяет нас с Господом, вечной твердыней. Итак, мы можем уповать на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Теперь я хотел бы объяснить вам, рассказать вам о двух шагах к обретению доверия или упования. Во-первых, мы должны обновиться духом ума нашего. Видите ли, наши умы в конечном итоге получают мотивировку от духовных сил. Поэтому для того, чтобы обрести упование и доверие, мы должны подпитываться от другого духа, не от того, от которого получают подпитку люди, живущие в мире. Павел говорит в Послании Ефесянам 4,23, «Обновитесь духом ума вашего». То есть, мы должны исполниться другим духом, и этот дух, Дух Святой, должен перепрограммировать наши мысли, дать нам новый образ мыслей. Во Втором Послании Тимофея 1,7 говорится, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». То есть, Он противопоставляет два духа, дух, который действует в людях, живущих в мире, и дух, который действует в тех, которые обратились к Иисусу Христу. Итак, мы исполнены духом святым. Мы можем пригласить Святого Духа, чтобы Он контролировал наши мысли. Это дух силы, любви и целомудрия. Святой Дух исключает присутствие духа страха, робости. И, во-вторых, мы должны сосредоточиться на позитивном. В Филиппийцам 4,6,7,8 Павел говорит, «Не заботись ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с беспокойством, переставайте беспокоиться, начинайте молиться, благодарите Бога. И Бог обещает, что мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления нашего Христа Иисуса. Поэтому не пытайтесь как-то логически прийти к состоянию мира. Мир превышает наши умы. Просто примите Божий мир в свое сердце. И дальше Павел говорит о том, как мы можем пребывать в мире Божьем. Восьмой стих говорит, «Наконец, братья мои, что только истина, честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, а что только добродетели похвала, о том помышляйте». Это рецепт для пребывания в состоянии мира. Мы должны быть сосредоточены на позитивном. Не думайте о людях, которые причинили вам проблем. Не думайте о самих проблемах. Думайте о хорошем. Думайте о Боге, о Его любви, о Его верности. Думайте о Его Слове. Думайте о тех людях, которые заботятся о вас, молятся о вас. Думайте обо всем хорошем, что вы получаете от людей. Не позвольте своим умам исполняться негативным. Кто-то как-то сказал мне, что в Египте существует два типа птиц. Есть хищники, которые питаются свежей добычей, и стервятники, которые питаются падалью. И кто-то как-то сказал мне, что и те, и другие находят то, в чем нуждаются. И точно так же и с нашими умам. Если мы хотим питаться свежей пищей, мы найдем свежую пищу. Если мы хотим питаться падалью, мы найдем падаль. И в заключении, я хотел бы сказать, что Библия — это очень реалистичная книга, и она даже не предполагает, что у нас с первого раза получится применить рецепт успешно. Библия говорит о борьбе между страхом и упованием. Большинство из нас сталкиваются с этой борьбой, с этим противлением. В Псалме 55, стихах 4 и 5, Давид говорит, «Когда я в страхе, на тебя я уповаю». Он не говорит, «Я никогда не буду бояться». Он говорит, «Когда я в страхе, я не подчиняюсь страху, и я не сосредотачиваюсь на страху. Я не уступаю страху, но я отворачиваюсь от него к Господу». «И я возлагаю все свое упование на Господа». И дальше он говорит, «В Боге, восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». Когда мы обращаемся к Господу в уповании, мы должны восхвалить Его Слово. Божья воля, Божья мудрость, Божьи отношения к нам записаны в Его Слове. Возможно, обстоятельства будут противоречить Божьему Слову и говорить вам, что Бог далеко, что Он забыл о вас. Но если вы уповаете на Бога и на Его Слово, тогда отвергните всякую ложь врага. Поэтому, когда на вас нападает страх, не говорите, что вы не боитесь, говорите, что «Я не буду подчиняться страху, я не буду на нем сосредотачиваться, я буду уповать на Господа и на Его Слово, которое неизменно». И когда вы будете уповать на Бога и на Его Слово, тогда страх отступит от вас. Во вчерашней программе я рассказал о безопасности в эмоциональной сфере. Мы рассмотрели, что нашими двумя основными врагами в этой сфере являются страх и беспокойство, и что защитой от этих врагов является упование или надежда. Я рассказал вам о двух шагах в обретении упования. Первый шаг — это обновление духом ума. Писание совершенно ясно говорит о том, что умы контролируются духовными силами. То, о чем мы думаем, наши стереотипы, наши образы мыслей контролируются духовными силами. И для того, чтобы обрести чувство безопасности, мы должны изменить дух, который контролирует наши умы, чтобы дух этого мира не контролировал наше мышление, потому что он не даст нам ощущение безопасности. Но дух святой, дух силы, любви и целомудрия, когда этот дух контролирует наше мышление, тогда он вселяет в нас Божий мир. Второй шаг к обретению упования — это сосредоточение на позитивном. В послании Филиппийцам 4, 6 по 8 стихи, Павел говорит, «Не заботитесь ни о чем, но всегда во всем молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом». То есть, другими словами, когда вас начинает атаковать беспокойство, начинаете молиться, и затем мир Божий наполнит ваше сердце. Мир Божий превыше всякого разумения. Поэтому давайте не будем ограничивать Божий мир своей логикой. И дальше Павел говорит, «Размышляйте о том, что чисто, что честно, справедливо, что любезно». Не подпитывайте свой разум негативным. Питайтесь тем, что здраво, что честно, справедливо. И превыше всего, во времена стресса, обращайтесь к Богу. Говорите о своем уповании на Бога и на Его Слово, потому что Его Слово всегда даст вам ответы на ваши проблемы, на ваши беспокойства и страхи. Сегодня я расскажу о защите от двух других врагов, которые обычно удерживают нас от эмоциональной безопасности. Этими врагами являются отчаяние и депрессия. Я расскажу вам о том, как вы можете защититься от отчаяния и депрессии. Часто во время проповеди я спрашиваю людей о том, кто страдает от отчаяния и депрессии. И, как оказалось, эти два врага атакуют Божий народ во всех странах. И, опять-таки, имея дело с отчаянием и депрессией, мы снова сталкиваемся с вопросом, какой дух контролирует наше мышление. Я бы хотел прочитать слова Иисуса в 14 главе Евангелия Иоанна, 16 и 17 стихи. Иисус говорит своим ученикам перед тем, как он должен был умереть. Он говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его». Слово «утешитель» в разных переводах переведено по-разному. Допустим, как «помощник». И мой любимый перевод — это все-таки перевод «утешитель», потому что слово «утешение» подразумевает и ободрение, и помощь. Поэтому я хотел бы совершенно однозначно сказать вам, что Дух Святой никогда никого не будет повергать в отчаяние. Дух Святой утешает, ободряет и никого не приводит в отчаяние. И, возможно, даже сейчас в вашем уме звучат мысли, которые вселяют в вас отчаяние. И я хочу сказать вам совершенно однозначно и определенно, что это не Святой Дух. Противостаньте этим мыслям и пригласите Святого Духа, который является Духом-утешителем. Иисус назвал Святого Духа Духом истины. Итак, Дух Святой утешает и ободряет нас через истину. Сатана — лжец, и он вводит нас в отчаяние через ложь. И именно поэтому некоторые христиане оказываются в умственном беспорядке, потому что одно время они слушают Святого Духа, который говорит им истину, а потом они начинают слушать врага, который говорит им ложь. Для того, чтобы определить разницу, и об этом я уже говорил раньше, мы должны понять, что Святой Дух никогда никого не приводит в отчаяние. Он может обличать нас, приводить нас к исправлению, но никогда не будет вводить нас в отчаяние. Действие Святого Духа всегда имеет позитивный характер. Поэтому, если в вашем уме, может быть, даже прямо сейчас звучит какая-то мысль, которая говорит вам, что «Перестань стараться, ты плохой человек, ты неудачник, сдайся, Бог закрыл на тебя глаза, Бог забыл о тебе, я хочу сказать вам совершенно определенно, что это не Святой Дух, и это не истина, это ложь». Дух Святой всегда действует через истину, дьявол всегда действует через ложь. В 17 главе Евангелия, на 17 стихе, Иисус в молитве Отцу говорит, «Освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина». Сопоставьте этот стих с предыдущими стихами, и мы можем понять, что Святой Дух утешает нас и бодряет нас через истину Божьего Слова. Для детей Божьих истина Божия всегда носит позитивный характер. В частности, Святой Дух показывает нам, где мы можем обрести безопасность, когда на нас наваливается отчаяние, депрессия. И, конечно же, Дух Святой обращает наше внимание к Божьему Слову. Есть один замечательный отрывок в Божьем Слове, который имеет для меня особенное значение, почему я расскажу позже. Это отрывок, записан в 61 главе Исаии, 3 стихе, где говорится, что Бог даст нам вместо унылого Духа славные одежды. Знаете, что такое унылый Дух? Это и есть депрессия. Итак, когда унылый Дух, Дух Депрессии, начинает осаждать нас, Бог хочет дать нам нечто, что может защитить нас от этого уныния. Он хочет дать нам славные одежды или одежды хвалы. И когда мы обличемся в эти одежды хвалы и начнем поклоняться Богу, славить Его, тогда этот Дух уныния, депрессии не сможет завладеть нами, потому что Он будет поражен. Одежды хвалы защищают нас, защищают нашу личность от этого Духа уныния. Итак, это первое средство от отчаяния и депрессии, которое предлагает нам Святой Дух. Это славные одежды, одежды хвалы. Мы должны жить в этих одеждах постоянно, не снимая их, потому что человек, который постоянно славит Бога, не имеет времени для отчаяния и депрессии. Вторая защита, которая записана в Новом Завете, в послании к Фессалоникийцам, в 1-м послании Фессалоникийцам, 5-й главе, 8-м стихе, Павел говорит, «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Итак, здесь мы видим два вида защиты. Первая — это броня, которая защищает наше сердце, но голову мы должны защищать шлемом, и этим шлемом является надежда. Поэтому, когда мы переживаем нападки отчаяния и депрессии, мы должны облечься в этот шлем спасения, не поддаваться этому отчаянию. Давайте будем просить Святого Духа показывать нам позитивные истинные Слова Божьего, на основании которых мы можем иметь непоколебимую надежду. И когда наши умы будут наполнены надеждой, тогда не останется никакого места для депрессии или отчаяния. И в заключение я бы хотел проиллюстрировать вам истины, о которых я говорил, на примере своего опыта, а именно истины о защите от отчаяния и депрессии. В течение многих лет, уже будучи проповедником, я страдал от ужасной депрессии. В других сферах жизни я возрастал духовно, но в сфере депрессии я застрял и никуда не продвигался. Эта депрессия была подобна мрачному, густому, серому туману над моими мыслями, который отделял меня от моей семьи, от моей жены, от моей церкви. И я чувствовал себя совершенно отчаянным, в полной безнадежности, как будто бы что-то говорило мне, что «ты не сможешь дочечь успеха». И я боролся против этой депрессии бесчисленное количество часов. Я молился, я постился, я читал Библию, но почему-то я так и не мог избавиться от этой депрессии. Но однажды, когда я читал Библию, слава Богу, что я все-таки читал Библию, я дочитался до Исаия 61 главы 3 стиха, который я уже читал прежде, где говорится, что Бог дает нам вместо унылого духа славной одежды. И когда я прочитал фразу «Унылый дух», внезапно что-то внутри меня сказало мне, «В этом твоя проблема». И я мгновенно понял, что я сражался и боролся не просто с моим пессимизмом, который был частью моего характера, я понял, что против меня сражался нечистый дух, дух уныния и депрессии, который систематически противостоял мне. И когда я осознал, что я боролся с невидимым врагом, с духом депрессии, я оказался всего в двух шагах от победы. Следующее, что мне нужно было, это место из пророка Иаиля, где говорится, что «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я призвал имя Господне, и Бог спас меня от этого духа уныния и депрессии. Затем Бог показал мне, что для того, чтобы пребывать в свободе, мне нужно делать две вещи, о которых я сегодня говорил вам, что мне нужно облечься в одежде хвалы, перестать быть пессимистом, говорить негативные слова, быть ропотником, говорить о страхах, беспокойствах, что мне нужно обратиться к Слову Божьему, и каждый раз, когда депрессия начинает наваливаться на меня, мне нужно искать выход из проблемы. В Слове Божьем говорить об этом вслух с дерзновением, что быть пессимистом для меня — это непозволительная роскошь. Поэтому я научился, как облекаться в шлем надежды спасения и жить в одеждах хвалы. И так я обрел полную безопасность от сил зла, сил депрессии и отчаяния. На этой неделе мы изучали тему «Где найти безопасность?». Я надеюсь, что эта тема оказалась для вас полезной и увлекательной. В двух предыдущих программах по этой теме я рассказывал о безопасности в умственной и эмоциональной сферах. Мы рассмотрели четырех основных врагов нашего эмоционального мира — страх, беспокойство и отчаяние, депрессию. Я рассказал вам, что в каждом случае Святой Дух через истину Божьего Слова может избавить нас от этих врагов. И я поделился с вами моим личным опытом в борьбе против депрессии и отчаяния, как Дух Святой открыл мне защиту, которой являются одежда хвалы и шлем надежды спасения. И, кстати говоря, в нашем каталоге есть кассета с моей проповедью на эту тему в гораздо более детальном изложении. Если вы напишите нам по адресу, который вы сможете записать в конце этой передачи, и закажете эту кассету, вы сможете получить эту тему в более полном объеме. Она называется «Шлем надежды спасения». Сегодня я расскажу о двух других врагах эмоционального мира, о критике и обвинении. Одно из основных орудий сатаны против нас, Божьего народа, являются уста или язык. Само имя «дьявол» означает «клеветник». И в этом его природа. Он клеветник, он обвинитель. И очень часто он использует языки людей против нас. Он не приходит к нам лично, но он настраивает людей против нас, завладевая их устами, и обращает их уста, их язык против нас. И тогда начинаются клевета, сплетни, обвинения, критика. В Ветхом Завете есть замечательный пример пророка Иеремии. В 18 главе 18 стихе Иеремия говорит о планах своих врагов. И иногда Бог открывает нам планы наших врагов. Иногда очень хорошо знать, с какой стороны ударит враг. И в 18 стихе 18 главы Иеремия говорит, точнее, его враги говорят, а они сказали, «Придите, составим замысел против Иеремии. Придите, сразим его языком». Сатана атакует всех Божьих слуг, и очень часто он атакует нас через языки людей. Как же нам реагировать на такие нападки? Очень важно научиться реагировать правильно. Кстати говоря, сам Иисус говорит на эту тему. В Евангелии Матфея, 5 главе, стихах 11 и 12, это Нагорная проповедь, Иисус говорит, «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня». Во-первых, мы должны понять, что это даже не проблема, а наоборот благословение. Когда нас поносят за Иисуса, когда на нас говорят плохо, за наши ошибки, тогда, конечно же, это не благословение, но когда нас критикуют, обвиняют за наши взаимоотношения с Богом, за наше посвящение, за нашу верность Ему, тогда Иисус говорит, «Блаженны вы». И дальше, в следующем стихе Иисус говорит, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Иисус говорит, что наши враги служат нам добрую службу, хотя многие об этом не знают. Враги, оказывается, собирают для нас награду, поэтому не пытайтесь их остановить. Пускай они продолжают засловить вас, потому что чем больше они будут вас засловить, тем больше вы получите награды. Иисус говорит, что это уже стало традицией, потому что так же обращались с пророками прежде вас, поэтому так будут обращаться и с вами. Так, обращаясь с Еремией, мы только что прочитали об этом, эти люди говорили, «Придите, сразим его языком». Поэтому, когда люди атакуют вас своим языком за ваше взаимоотношение с Богом, знайте, что вы наследники пророков, поэтому радуйтесь и веселитесь, вы получите великую награду на небесах. Это первая защита. Мы должны научиться правильно реагировать. И затем мы должны не забывать о том, что когда мы находимся во Христе, и помните, что во Христе мы находимся в потаенном месте Всевышнего, о чем мы говорили ранее на этой неделе. Потаенное место — это значит быть во Христе. И Павел говорит в Колоссяном, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Итак, когда мы сокрыты со Христом, тогда мы покрыты Его праведностью. Это замечательная мысль. Исайя говорит, что «Господь дал нам одежды спасения, ризы спасения и одежды праведности». В одном из переводов говорится, что «Господь закутал нас в одежды праведности». И поэтому, когда мы получаем Божье спасение, мы принимаем одежды праведности. Не своей праведности, но праведности Христа, которую мы получаем верой. И мы полностью покрыты праведностью Христа. Все наши слабости, все наши моральные пороки покрыты этой праведностью. Во 2 Коринфянам 5, 21 Павел говорит, что «Ибо не знавшего греха Иисуса, Он, Бог, сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем, Иисусе, сделались праведными перед Богом». Итак, в Нем, в Иисусе. Все зависит от наших взаимоотношений с Иисусом. Когда мы в Нем, тогда мы в потаенном месте. Когда мы в этом потаенном месте, тогда мы покрыты праведностью Божьей во Христе Иисусе. Поэтому, когда люди критикуют и обвиняют вас за ваши отношения с Иисусом, то на самом деле они критикуют не вашу праведность, а праведность Христа. Мы защищены. Нам не нужно противостоять им на основании своей праведности. Если люди атакуют праведность Иисуса, в которую мы укутаны, тогда сам Бог разберется с этими людьми. Об этом ясно говорится в книге пророка Исаии, 54 главе, стих 17. Послушайте этот замечательный стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь». Это обетование дано нам, потому что мы в нем будем нуждаться. Против нас будут делаться орудия, и нас будут обвинять языки, они будут состязаться с нами. Обетование дано, потому что оно пригодится нам. «Ни одно орудие, — говорит Писание, — сделанное против нас, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться против нас на суде, мы обвиним». И дальше пророк продолжает и говорит, «Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, — говорит Господь». Когда люди критикуют Божию праведность, тогда Бог разберется с ними. Оправдание наше от Него, оправдание или праведность наша от Господа, и именно поэтому ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешно, и мы можем обвинить всякий язык, который будет состязаться с нами на суде, потому что мы имеем не свою праведность, мы находимся в потаенном месте, во Христе, и мы закутаны в праведности Иисуса Христа». Итак, когда люди начинают критиковать и обвинять нас, то это благословение, хотя оно приходит к нам в необычном виде, потому что это благословение помогает нам вернуться в потаенное место Господа, где мы можем найти убежище. В 30-м псалме, 21-м стихе, Давид говорит о том, что мы можем быть защищены от пререканий языков, и он говорит о взаимоотношении Бога со своими слугами, и говорит, «Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков». Вот об этом мы сегодня с вами и говорили, о мятежах людских и о пререкании языков. Давид говорит, что выход один и тот же. Здесь, в этом 30-м стихе, 30-м псалме, используют то же самое слово, которое использовано в 90-м псалме, «потаенное место». У Бога есть потаенное место. И Давид говорит, «Ты укрываешь их под покровом лица Твоего, укрываешь в Твоем потаенном месте от мятежей людских». Заметь, ударение ставится на таинстве этого места. Это значит, что мы должны оставаться в этом месте, покоиться в праведности Христа. Когда мы начинаем выходить из этого убежища, из этого потаенного места и отвечать врагу его оружием, когда мы начнем оправдывать себя, то тогда мы уже перестанем быть сокрытыми под праведностью Христа. Мы начнем отвечать врагу его языком, его оружием, и тем самым мы начнем выходить из потаенного места и терять Божью защиту. Поэтому, когда мы встречаем критику и осуждение, мы должны оставаться в потаенном месте, покрытыми праведностью Иисуса Христа. Не отвечайте людям их оружием. И в заключение я бы хотел сказать о страхе, беспокойстве, об отчаянии, депрессии, критике и осуждении, что мы встретимся со всем этим в своей жизни однозначно. Очень важно научиться реагировать на них правильно. Пусть они сослужат вам добрую службу. Пусть они исполнят Божью цель в вашей жизни. Когда вы встретитесь с этим, пусть они помогут вам вернуться в потаенное место Всевышнего. Именно для этого они и существуют. Именно для этого Бог допускает их. для того, чтобы мы обитали в потаенном месте Всевышнего. Вы слушаете международную программу из цикла Дерек Принц интерпретирует Библию. Дерек Принц является признанным в мировом масштабе учителем и исследователем Библии, автором более чем сорока книг, переведенных на многие языки, включая четыре китайских диалекта, арабский, испанский и русский. Данная программа переведена с оригинального английского на русский язык. Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которые Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. На этой неделе мы продолжим изучение темы «Как найти безопасность». В предыдущих программах по этой теме я рассказал о том, что Библия предлагает нам полную безопасность, которая описана в 90-м псалме в первом стихе, где говорится, что «живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». И в последующих стихах рассказывается о том, что у Бога есть потаенное место, где Он защищает нас от всякого зла и опасностей. Поэтому существует потаенное место Всевышнего. Если мы сможем найти это место и покоиться в нем, то там мы будем защищены от всякого зла. И также я рассказал на прошлой неделе о том, что существует потаенная дверь, ведущая в это потаенное место. И эта потаенная дверь имеет форму креста. На кресте Иисус отождествил Себя с нами в нашем грехе. Он взял на Себя нашу вину, наше осуждение и все последствия нашего осуждения. Он уплатил полную цену наших грехов. Он умер нашей смертью, и затем Он воскрес. Когда верой мы отождествляем себя с Ним в Его смерти, то через Его смерть, через крест, мы переходим из мира временного, нестабильного, непостоянного, совершенно другой мир. Это и есть потаенная дверь, ведущая в потаенное место Всевышнего. Павел говорит, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Бог дает нам полную безопасность, когда мы сокрыты со Христом в Нем. Мы находимся в этом потаенном месте, где к нам не может прикоснуться никакое зло, и дверь в это потаенное место имеет форму креста. На прошлой неделе мы также говорили о различных видах безопасности, которые Бог дает нам. Мы рассмотрели эмоциональную безопасность, защиту от страха, беспокойств, отчаяния и депрессии. Также мы говорили о защите от человеческих языков, опыт, критики и осуждения. Сегодня мы рассмотрим еще одну форму безопасности, финансовую безопасность. Во все века, во все времена людей всегда волновала финансовая безопасность и стабильность. И, конечно же, рост мировой инфляции сегодня усилил беспокойство человека в этом вопросе. И человеку стало намного тяжелее и труднее обрести финансовую безопасность. И именно поэтому с невероятной быстротой растет ценность золота, серебра, драгоценных камней. Люди вкладывают свои финансы во все это, потому что они больше не чувствуют себя уверенно в отношении других видов инвестирования. И я слышал об одном арабе из нефтяной страны, и один из моих друзей знает его лично. Так вот, этот мой друг рассказал мне, что этот араб чувствует себя уверенно и безопасно только, когда у него есть 100 миллионов долларов наличными. Если у него нет такой суммы в наличных, тогда он не может спокойно спать ночью. Поэтому он вложил 100 миллионов долларов в швейцарский банк, и он выплачивает этому банку ежегодно 3% от своей суммы за сохранность своих денег. Другими словами, ежегодно он выплачивает банку 3 миллиона долларов для того, чтобы банк сохранил его 100 миллионов. Вот такой у него подход к безопасности. Но тем не менее, я могу сказать, что подобные инвестиции и вклады не приносят полной безопасности. И я хочу сказать, что Библия предлагает нам альтернативный вид безопасности наших вкладов. Например, в Евангелии Матфея 6 главе, стихах с 19 по 21, Иисус говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». Я вспоминаю опять этого араба. Допустим, если Швейцария будет захвачена какой-то другой страной, и банковская система будет разрушена, тогда этот человек вообще потеряет сон, потому что где сокровища, там и сердце наше, говорит нам Иисус. Иисус сказал, что на земле не существует места, где бы мы могли обрести полную безопасность. Никакой банк не может гарантировать нам безопасности и стабильности наших вкладов. Поэтому Иисус говорит, «Не вкладывайте свои финансы в то, что нестабильно». Напротив, Иисус говорит, «Вкладывайте в то, что гарантирует вам безопасность ваших вкладов. Вкладывайте себя в Царство Божие». Царство Божие никогда не будет захвачено никаким другим царством. В Царстве Божьем нет инфляции, поэтому вкладывайте себя в небеса, вкладывайте себя в Божьи цели. Дальше в этой главе Иисус говорит, «Итак, не заботитесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Какое-то благословение, знать, что Бог знает, в чем мы нуждаемся. Нам не нужно даже напоминать Богу о наших нуждах. Нам нужно просто соблюсти Его условия, и Он покроет все наши нужды. И Иисус ставит перед нами определенные условия. Он говорит, «Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, Божьей праведности, и все это приложится к вам». В сущности, вопрос заключается в расставлении правильных приоритетов. Если мы ставим Царство Божие, Божьи цели на правильное место в нашей жизни, если мы будем вкладывать свое финансовое, то тогда нам не придется беспокоиться об остальном, потому что Нас Отец знает о наших проблемах, и Он позаботится о нас. Поэтому Иисус говорит, «Не заботитесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний Сам будет заботиться о Своем». Довольно для каждого дня своей заботы. Как это правдиво? Кто из нас захочет поспорить с этими словами? Для каждого дня довольно своей заботой, своих проблем. Иисус реалист, и Он не говорит... Он говорит, «Не пытайтесь сегодня заботиться о завтрашних проблемах». И на основании 40-летнего опыта я могу сказать, что этот принцип действует. Я живу по этому принципу, я ищу Царство Божьего, и поэтому Бог верно заботится обо мне и благословляет меня и мою большую семью. Поэтому я прилагаю к этому учению и мое личное свидетельство. Инвестирование в Царство Божие можно назвать сеянием. Апостол Павел говорит это во 2-м послании Коринфянам, 9-й главе, с 6-го по 8-й стихи. Павел говорит, «При всем скажу, что кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет, каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, но доброохотно дающего любит Бог». Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Бог гарантирует нам полную финансовую безопасность и стабильность во все времена, во всех обстоятельствах. Он гарантирует нам больше, чем просто необходимо нам самим. Послание Галатам Павел говорит, «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, тот и пожнет. Сеющий в плоть свое от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Итак, мы пожнем то, что мы сеем. Это относится также и к финансам. Это относится к долларам, к фунтам, к рублям, к гривнам. «Если мы сеем в Царство Божие, то и Царство Божие вам упожнем, пропорционально тому, что мы посеяли». И в заключении этой программы я бы хотел указать на контраст между двумя Царствами и Царством Божиим, в которые Бог предлагает нам вкладывать свои финансы и Царством этого мира. Посланники Евреям, 12 главе, 26 стиха, говорится, «Божий голос тогда поколебал землю, ныне Господь дал такое обещание, что Он еще раз поколеблет не только землю, но и небо. Слово «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое». Здесь говорится о Царстве Божием, которое никогда не будет поколеблемо. И дальше, в следующем стихе, мы читаем, «Итак мы, приемляя Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Перед нами есть два выхода. Мы можем вкладывать, инвестировать либо в этот мир, в правительство, в организации, в корпорации, но Бог говорит нам, что все это будет однажды поколеблено. И за последние десятилетия мы видели, как многие организации и корпорации были поколеблены. То, что мы считали стабильным и непоколебимым, оказалось колеблемым и нестабильным. И через это Бог напоминает нам истину Своего Слова, о том, что мы можем вкладывать в Его Царство, в Царство Божие. Все, что мы вкладываем в этот мир, будет поколеблено, как и сам мир. И в заключение я хочу привести вам описание того, что произойдет в конце века, когда Бог поколеблет эту землю. Исайя 2, глава с 20 стиха. «В тот день человек бросит кротами, летучим мышам, серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелья, скал и в расселены гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанется, крушит землю». Мы видим, что, когда все колеблемое будет поколеблено, человек осознает, что он вкладывал свои средства в неправильное место, и он возьмет все свое золото, все свое серебро, на которое он надеялся, и бросит его с презрением к кротам и летучим мышам. Поэтому я хочу предложить вам не вкладывать в то, что является нестабильным и ненадежным, вкладывать в Божие Царства. Сегодня мы продолжим изучение темы, где найти безопасность. Вчера я рассказал о финансовой безопасности, в частности, о безопасности наших вкладов. Я рассказал, что существует две противоположные сферы, в которые мы можем вкладывать свои финансы. Первая — это сфера временного, в которой относятся человеческие предприятия, корпорации, организации, правительства и системы, в которые обычно люди вкладывают свои средства. Но существует альтернатива, о которой многие люди не подозревают. Альтернатива заключается в вкладывании своих средств в Царство Божие. Иисус говорит, «Ищите прежде Царство Божие и Его правды, и все остальное, в чем вы будете нуждаться, будет приложено вам». Если мы будем делать то, что говорит нам Бог, тогда Бог позаботится о нашей жизни. Иисус говорит, что наши инвестиции в Царство Божие никогда не пропадут, никогда не будут подвижны инфляции. Он приложил к этому свою гарантию. Поэтому Библия предлагает нам свой план инвестиций. Сегодня я расскажу о еще одном аспекте финансовой безопасности, которую я называю «божественной социальной защитой». Идея социальной защиты, когда государство заботится о своих гражданах, стала одной из неотъемлемых частей жизни практически любого государства. Очень много внимания уделяется социальной защите. Идея заключается в том, что мы выплачиваем налоги государству определенные суммы от своего прибытка. И в свою очередь государство принимает на себя ответственность за заботу о своих гражданах, когда мы выходим на пенсию или когда мы заболеваем. И эта система называется социальной защитой. Но, к сожалению, социальная защита уже была довольно серьезно поколеблема ростом инфляции. И существует очень много людей, которые не получают от государства то, что государство должно было им выплачивать. Это один из примеров того, как нестабильны наши вклады в этот мир. И я не критикую систему социальной защиты. Я просто хочу сказать, что эта защита, эта безопасность очень ограниченная, хотя нужда истинной безопасности остается актуальной. Бог предлагает нам эту безопасность, но на совершенно другом основании. Бог предлагает нам безопасность на очень простом духовном основании, на основании веры, веры, которая действует любовью. Я хочу повторить это еще раз, потому что это истинное основание достижения безопасности в финансах, в нашем материальном имении. Основанием является вера в Бога, в Его Слово. И эта вера должна выражаться в любви, в любви к Богу и к людям, которых Бог доверил нам. В 111-м псалме псалмопевец дает нам описание праведного человека. И я прочитаю несколько стихов из этого псалма. И заметьте, ударение в этом псалме ставится на благотворение нищим и на помощь нуждающимся. Эта картина является одной из неотъемлемых картин Божьего описания праведности. Поэтому я прочитаю выборочно некоторые стихи из этого псалма. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится, обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек». Все это является продуктом или плодом страха Божьего. «Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде». Почему? Потому что Его праведность утверждена делами милосердия. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, «Не убоится худой малвы, сердце его твердо, уповая на Господа». Его сердце твердо, оно исполнено чувством уверенности и безопасности. «Утверждено сердце его, не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда Его пребывает вовек». Заметьте взаимосвязь между праведностью и милостыней. Человек, о котором здесь говорится, «расточил, раздал нищим, и поэтому правда Его пребывает вовек». Бог заботится о его жизни. Ударение в этом псалме ставится на щедрости, на милостыни и на пожертвования. Давайте рассмотрим теперь, что написано в книге «Притч». Притч 19, глава 17, стих. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние Его». Как это важно, когда мы благотворим бедным с правильными мотивами, когда мы делаем это на самом деле верой, которая действует любовью, мы даем этим на самом деле взаимы Господу, и Библия гарантирует, что если мы даем взаимы Господу, то Господь вернет нам, и на основании своего опыта, я могу сказать, что Бог обычно возвращает с очень высокими процентами. Поэтому запомните, что когда вы благотворите бедным, вы даете взаимы Господу. В книге «Экклезиаста» 11, главе, стихах 1 и 2, нам дан такой совет. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле». Обратите внимание, здесь Писание предлагает нам способ подготовки к возможным неприятностям в будущем. И люди этого мира обычно готовятся к проблемам совершенно другим способом. Но Писание говорит, «Отпускай хлеб твой по водам». Доверь этот хлеб водам, и пускай он идет в своем направлении, потому что по прошествии многих дней найдешь его опять. В своей жизни я убедился на истинности этого принципа. Иногда я давал людям и совершенно забывал об этом. Но затем, спустя много лет, я увидел, как этот хлеб возвращался ко мне снова. И я получал благословение от того, что когда-то давал другим. И Писание говорит, «Давай, часть семи и даже восьми». Число семь — это число обязанностей. Восемь — это уже то, что превышает наши обязанности. Потому что не знаешь, говорит Библия, какая беда будет на земле. Другими словами, когда мы даем бедным, когда мы жертвуем деньги, мы как бы выплачиваем пенсионный божественный фонд. И когда мы выплачиваем божественный пенсионный фонд, то мы должны знать, что в Божьем царстве нет инфляции. И мы получим все, в чем мы будем нуждаться, когда мы заболеем, когда мы состаримся, когда мы попадем в нужду. Мы сможем поднять твой голову к небесам и сказать Господу, «Господь, я давал бедным, Господь опускал хлеб по водам, теперь я сам в нужде, я напоминаю Тебе о Твоем обетовании». Вот это и есть божественная социальная защита. Преимущество подобной социальной защиты — инвестирование в Царство Божие, жертвования, милостыни, протирается из времени в вечность. Я хочу прочитать вам необычную притчу, рассказанную Иисусом об управляющем, который обкрадывал своего Господина для того, чтобы позаботиться о своем будущем. 16 глава Луки «Сказал же и к ученикам своим, «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, «Что-то я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать?» «Господин мой отнимет у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом». И призвал должников Господина своего, каждого порознь, и сказал первому, «Сколько ты должен Господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее напиши пятьдесят». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, «Сто мер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны век от его догадливее сынов света в своем роде». Какая странная история, правда? Господин похвалил управляющего, который расточал его же деньги для того, чтобы позаботиться о своем будущем. Иисус похвалил его не за его нечестность, но за его догадливость. И Иисус сказал, что мы должны научиться этому уроку. В чем же заключается урок? В том, что мы должны отдавать, отпускать деньги для того, чтобы завоевать себе друзей, для того, чтобы, когда мы сами не сможем позаботиться о себе, друзья, которых мы приобретем с помощью наших денег, приняли нас в вечные обители. Какой-то замечательный урок. Ваши финансы на самом деле принадлежат не вам, если вы дитё Божье. Вы просто управляющий Божьими финансами. Иисус говорит, что в Божьем Царстве вы можете отдавать эти деньги людям для того, чтобы приобрести себе друзей, для того, чтобы, когда вы придёте к концу жизни, то люди, в которых вы вкладывали свои финансы, миссионеры, которым вы жертвовали, души, которые спаслись через ваше пожертвование, там, на небесах, будут ожидать вас. И они скажут вам, «Спасибо тебе за твои деньги, которые ты послал миссионеру. Благодаря этим деньгам я спасся, и теперь у меня вечные обители, и я приглашаю тебя в эти обители». И хотя это странная притча, в ней есть глубокий смысл. Оглядываясь назад, я благодарен Богу за те деньги, которые я смог по милости Божьей пожертвовать в различные служения, миссии, которые завоёвывали души для Царства Божьего, потому что я знаю, что если я буду верен, то однажды, когда я подойду к концу жизни, и у меня не останется силы, когда мне предстоит сделать шаг из времени вечность, то люди, в которых я вкладывал деньги, примут меня в вечные обители. В предыдущих программах на этой неделе я рассказал о финансовой безопасности. В частности, мы рассмотрели безопасность наших вкладов, и я рассказал о том, что безопасность нашим вкладам может гарантировать вклад финансов в Царство Божие. Иисус сказал, «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и все ваши остальные нужды будут покрыты Богом». Иисус предложил нам не вкладывать туда, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Вкладывайте в вечное, вкладывайте в Царство Божие. И также мы рассмотрели Божью социальную защиту, и в сущности, Его защита заключается в вере, которая действует любовью. Когда мы верой с любовью благотворим нищим, жертвам нуждающимся, когда мы отпускаем свой хлеб по водам, Бог обещает нам, что по истечении многих дней мы снова найдем Его. Библия говорит, что, когда мы даем нищим, мы одалживаем Господу, и когда мы одалживаем Господу, Он обязательно вернет нам, причем с высокими процентами. Сегодня мы продолжим изучение темы безопасности, и мы поговорим о безопасности, которая охватывает все сферы нашей жизни, о безопасности, которая исходит из исполнения Божьей воли. Я прочитаю отрывок из 1-го послания Иоанна 2-й главы 16-17 стихи, где говорится, «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». В изучении темы, где найти безопасность, мы увидели, что Библия постоянно и настойчиво напоминает нам о двух разных мирах, о мире временном, приходящем, непостоянном, нестабильном, а также мире вечном, мире, где обитает Бог, где расположено Его Царство. И в том отрывке, который мы только что прочитали, мы видим контраст между Божьим Царством и Царством этого мира. А о мире Иоанн говорит, что в нем преобладают три побуждающих мотива, которыми являются похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская. И все это, говорит Иоанн, не есть от Отца, но от мира сего. И дальше он говорит, что мир проходит, и похоть его... Мир непостоянен. Он приходящий, и поэтому он не может гарантировать нам полной безопасности. Но этому Иоанн противопоставляет другой вид безопасности, и он говорит, что исполняющий волю Божью пребывает вовек. Какое-то удивительное заявление. Если мы исполняем волю Божью, тогда мы будем пребывать вовек. Мы никогда не будем повержены, наша безопасность никогда у нас не отнимется, ничто никогда не сможет победить нас или остановить нас. Когда мы посвятили себя исполнению Божьей воли, тогда мы соединяемся с Божьей волей, а Божья воля всегда победит над всеми другими силами, которые действуют во Вселенной. Божья воля обязательно победит. И если вы соединены своим решением и посвящением с Божьей волей, тогда вы также победите с волей Божьей. И Божья сила будет обитать в вас, потому что вы будете исполнять Его волю. Давайте обратимся за примером к Иисусу Христу. В Евангелии Иоанна 6 главе 38 стихе Иисус говорит, «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Иисус был движим и побуждаем исполнять волю Отца. И в служении Иисуса был любопытный эпизод. В Евангелии Иоанна 4 главе, когда Иисус отдыхал у колодца Якова, ученики пошли в ближайшее селение купить пищу, то есть им была нужна пища. И в это время подошла самарянка, Иисус заговорил с ней и рассказал ей о воде живой, и эта женщина открылась для Иисуса. Затем Его ученики вернулись с пищей. И из 31 стиха 4 главы Иоанна мы читаем, «Между тем ученики просили Его, говоря, «Рави, ешь». Он сказал им, «У Меня есть пища, которой Вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес Ему есть?» Они удивились, потому что они знали, что когда они уходили в селение, Иисус был голоден, и Он попросил их купить пищу, теперь же они принесли пищу, а Он не ест. Откуда же Он взял пищу?» И Иисус отвечает им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Какие удивительные слова! Что вообще такое пища? Пища — это источник силы и крепости. Иисус говорит, «У Меня есть другой источник, и этим источником является исполнение воли Моего Небесного Отца, и когда Я исполняю Его волю, то это укрепляет Меня». Исполнение Божьей воли давало Иисусу гарантию безопасности. Неоднократно люди пытались убить Иисуса, но они не могли этого сделать, потому что воля Божья для Иисуса была, чтобы Он умер на кресте. Например, в Евангелии Иоанна, 7 главе, 30 стихе, говорится, что искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его. У Иисуса не было телохранителей, Он был абсолютно безыщитен внешне, но никто не мог прикоснуться к Нему, потому что Его время не пришло. Он посвятил Себя исполнению Божьей воли, и пока не было Божьей воли на Его смерть, Он был непобедим. В 4 главе Луки, с 28 по 30 стихе, в своем родном городе Назарете, после того, как Иисус проповедовал в синагоге, и люди пришли в ярость, мы читаем, «Встав, выгнали Его вон из города и повели Его на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его, но Он, пройдя посреди них, удалился». У Иисуса не было телохранителей, но в Нем было нечто, что делало Его непобедимым. Никто не мог убить Его, никто не мог наложить на Него рук. Почему? Потому что Он исполнял Божью волю. И до тех пор, пока Божья воля была не исполнена, Он был непобедим. Давайте сравним это с эпизодом, который произошел в Гефсиманском саду, когда Иисус был арестован и отведен на распятие. Тогда, когда Его арестовали, Он сказал, «Настал час. Предается Сын Человеческий в руки грешников». Но это не могло произойти до тех пор, пока не настал назначенный Отцом час. До этого часа Иисус был полностью и совершенно защищен. Мы с вами можем последовать примеру Иисуса. Мы можем точно так же быть непобедимыми, если мы соединимся с волей Божьей. Если нашим мотивом будет исполнение Божьей воли, тогда мы будем так же сильными и непобедимыми в этом мире, как и Иисус и воля Божья. Мы должны понять, что каждый из нас может, точно так же, как Иисус, посвятить себя исполнению Божьей воли. Я прочитаю два стиха из 39-го Псалма, 8-й и 9-й стихи. Это пророчество об Иисусе, которое процитировано в послании евреям. Но эти слова могут относиться не только к Иисусу, но и к нам с вами, если мы сделаем точно такое же посвящение. «Тогда я сказал, вот, иду, в свитке книжном написано о Мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у Меня в сердце». Автор послания к евреям говорит, что эти слова исполнились в личности Иисуса Христа. Иисус сказал, что «Я сошел с небес не для того, чтобы творить Мою волю, но волю пославшего Меня Отца». Итак, здесь мы видим пророческое предсказание, в котором Иисус говорит, «Вот Я, иду, в свитке книжном написано о Мне, в пророчестве, о Мне написано». Жизнь Иисуса была приписана до того, как Он воплотился и пришел на эту землю. И Его цель, Его призвание заключалось в том, чтобы исполнить то, что записано в книжном свитке. Мы можем сравнить это с театром, когда для каждого актера расписан свой сценарий, и актеру не нужно импровизировать, не нужно придумывать свои слова, ему нужно просто заучить сценарий, заучить свою роль, свой монолог. И чем точнее он передаст этот диалог, тем лучшим он будет актером. Итак, Бог уже предписал сценарий, нам нужно узнать этот сценарий. В Ефесянах 2.10 Павел говорит, «Мы — Божие творения, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, Бог не ожидает от нас экстромта, импровизации, Он уже написал для нас Свою волю. И где-то на небесах у Бога есть книга, в которой записан план для нашей жизни. Этот план уже расписан, сценарий уже придуман. Бог не ожидает от нас экспромта. Он ожидает, что мы будем такими же, как Иисус, что мы скажем, «Господь, вот я, я посвящаю себя тебе. Моя цель — исполнять то, что записано обо мне в твоей книге». И когда вы сделаете это, вы станете непобедимым, точно так же, как Иисус. Никто не мог прикоснуться к Иисусу, никто не смог остановить Его до тех пор, пока Он исполнял волю Отца. И очень важно, чтобы каждый из нас смог это понять. Мы не должны сами для себя придумывать служение. Мы — Божие творения, Его творения во Христе Иисусе. Он сотворил нас на добрые дела. У Бога есть конкретное задание для нас, конкретная роль для каждого из нас. истинная безопасность в жизни исходит от посвящения себя Богу через нахождение той роли, которую Он предназначил для нас в этой жизни и исполнение этой роли шаг за шагом, день за днем. Всегда основать в своем сердце, что Я на земле для исполнения Божьей воли. Во вчерашней радиопрограмме я рассказал о безопасности, которая охватывает все сферы нашей жизни и которая исходит от исполнения Божьей воли. Я процитировал 17 стих из 1-го послания Иоанна 2-й главы, где говорится, что мир проходит эпохоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Я рассказал о различии между временным и вечным. Мир, все его цели, все его установления, все его правительства имеют временный характер, но Бог вечен, его царство вечно, его воля вечно, и кто посвящает себе исполнению Божьей воли, тот также становится непобедимым, непреодолимым, как и сама Божья воля. И также я рассказал о том, как этот принцип исполнился в жизни Иисуса Христа, о том, что Он был побуждаем и движим желанием исполнять волю Отца. Пока Он исполнял волю Отца, никто не мог к Нему прикоснуться, Его не могли арестовать, не могли причинить Ему никакого вреда, хотя у Него не было вооруженной охраны и телохранителей, о Нем заботился Бог, потому что Иисус исполнял Его волю. Сегодня я хочу проиллюстрировать тот же самый принцип на примере одного из Божьих слуг Ветхого Завета, Иисуса Навина. Название сегодняшней программы «Как стать непобедимым». Я предлагаю вам осознать, что Бог предлагает нам стать непобедимыми, если мы начнем применять те принципы, о которых я рассказываю в этой радиопрограмме. Иисус Навин в течение 40 лет служил Моисею, и за эти годы он подготовился к роли лидера. И когда Моисей умер, Иисус Навин как Божественный преемник принял себя лидерство над израильским народом. И в первой главе книги Иисуса Навина с 1 по 9 стих мы читаем слова, сказанные Господом Иисусу Навину. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу сыну Навину, служитель Моисееву, «Моисей, раб мой, умер». Итак, встань. Перейди через Иорданс сей ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря, Средиземного моря, к западу. К западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. Заметьте, никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. Как я был с Моисеем, так буду с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен. И тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей Рабмуй, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не сражусь и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Так Бог призвал Иисуса Навина к служению. Я бы хотел обратить внимание на некоторые важные моменты в этом призвании к служению, которое относится к нам с вами. В 6 стихе Господь дает Иисусу Навину поручение, и он сказал, «Ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отца Микдатием». В этом была его роль. Помните, вчера я сказал, что у Бога на небесах есть книга, в которой уже расписана та судьба, которую Бог приготовил для нас. Точно то же самое относилось и к Иисусу Навину. Его призвание заключалось в том, что он должен был ввести израильтянов обетованную землю. Мы должны запомнить, что у Бога есть призвание для каждого из нас, и в этом основа нашей безопасности. И Бог дал Иисусу Навину источник силы, и источником силы был закон. В восьмом стихе Господь говорит, «Да не отходится, я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Я говорю об этом так. Думайте законом, говорите закон и исполняйте закон. Тот же самый принцип применим и к нами. Слово Божие дано нам, и мы должны делать то же самое. Мы должны думать в Слове Божьем, мы должны говорить и мы должны исполнять его. Мы должны поступать по Божьему Слову. Это основное требование. И на этом основании Бог сказал Иисусу Навину «Будь твердым и мужественным». Обратите ли вы внимание, сколько раз в этом отрывке Бог повторил «Будь тверд и мужественным». В шестом стихе Господь говорит «Будь тверд и мужественным». Седьмой стих «Будь тверд и очень мужественным». И в девятом стихе «Вот я повелеваю тебе быть тверд и мужественным». Когда Бог говорит нам «Будь твердым и мужественным», это ободряет. Это замечательно. Бог говорит нам «Будь твердым и мужественным». Но позвольте мне сказать, что Бог говорит это не просто так. Это значит, что мы столкнулись с ситуациями, когда нам потребуется твердость и мужество. Поэтому это не только ободрение, но также и предостережение. И точно так же, как Иисус Навин нуждался в твердости и мужественности в исполнении поручения Божьего, Точно так же и нам, для исполнения Божьей воли, необходимы твердость и мужество. Мы также с вами заметили, что на основании этого Бог пообещал Иисусу Навину, что Он будет с Ним везде, куда Он не пойдет. Бог гарантирует Иисусу Навину свое личное присутствие с Ним. В пятом стихе Господь говорит, «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». В девятом стихе Господь говорит, «С тобою, Господь Бог, вы везде, куда не пойдешь». Это же относится и к нам с вами. Если мы будем исполнять те же условия, Бог говорит, «Я буду с вами, никогда не оставлю и не покину вас». Когда все это есть в нашей жизни, тогда мы становимся непобедимыми. В пятом стихе Господь говорит, «Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей». Это относится только к тем, кто исполняет Божью волю. Потому что если мы исполняем Божью волю, тогда все, что противится нам, на самом деле, противится Божьей воле. Если мы выходим из Божьей воли, тогда мы теряем эту непобедимость. Но пока мы находимся в воле Божьей, исполняя Божьи условия, когда мы исполняем Божественное задание, когда мы думаем о законе, говорим о законе, исполняем закон, ходим в послушании и полном посвящении Богу, Тогда, точно так же, как в случае с Иисусом Навиным, мы становимся непобедимыми. Никто не устоит перед нами во всей жизни нашей. Итак, Иисус Навин — это пример для нас с вами, и я бы хотел показать сейчас вам, как вы можете воплотить принципы, которые Бог открыл Иисусу Навину в своей жизни. Мы должны запомнить три вещи. Во-первых, мы должны основать свою жизнь на Божьем Слове. Бог сказал об этом ясно Иисусу Навину. «Да не отходится я книга закона от уст твоих, размышляй над ним, поучайся законам, исполняй закон». И как я уже сказал прежде, я повторю еще раз, что мы должны думать Словом Божиим, говорить Слово Божие и исполнять Слово Божие. Это первое требование. Второе. Мы должны быть твердыми и мужественными. Это относится не только к Иисусу Навину, но и к нам с вами. Бог имеет для нас эту твердость и мужество. Для этого Он послал в нашу жизнь Святого Духа. Поэтому во втором послании Тимофею, 1 главе, 7 стихе, Павел пишет Тимофею, «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Поэтому, когда мы живем в Святом Духе, когда мы исполнены Святого Духа, тогда мы можем быть свободными от робости и страха. Дух Святой — это Дух силы, любви и самообладания. Дух Святой исключает всякую робость. И третий принцип также очень важный. Мы очень ясно увидели его на примере истории Иисуса Навина. Мы должны наступать, а не отступать. Мы должны идти вперед. Мы не должны сосредотачиваться на защите, на самосохранении. Мы должны сосредоточиться на наступлении, на исполнении Божьей воли. Я прочитаю слова Иисуса Христа, которые Он сказал в конце Евангелия Матфея, 28 главе, когда Он дал Своим ученикам великое поручение. «И приближившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Это основа тому, что Иисус сказал далее. «Иисус, Царь, Царь и Господь Господствующих, Он сидит сейчас с одесной Бога, Ему дана всякая власть». И дальше Он говорит ученикам, «Итак, идите и научите все народы крестяй, их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сей Я с вами во все дни до скончания, века». Заметьте, здесь мы видим то же самое обетование, которое Бог дает уже нам, если мы будем исполнять поручения Иисуса. Если мы примем решение, если мы посвятим себя на исполнение Божьей воли, если мы не будем отступать, если мы не будем сосредотачиваться на самосохранении, самозащите, нам дано поручение, и поручение заключается в том, чтобы проповедовать Евангелие всем народам и научить все народы. И за нами стоит власть самого Иисуса Христа. Иисус сейчас на престоле. Он покровительствует нам, Он защищает нас, и Он благословляет нас, но только тогда, когда мы исполняем Его поручение. Мы приблизились к окончанию еще одной недели. Сегодня мы продолжим и завершим изучение темы «Где найти безопасность?» Я надеюсь, что эта тема оказалась для вас полезной и увлекательной. За прошедшие три недели мы вместе с вами рассмотрели Божье обетование безопасности для своего народа. Я рассказал, что Бог обеспечивает безопасностью различные сферы нашей жизни. Он дает нам безопасность во время трудностей, во время проблем, во время голода и так далее. Я рассказал о безопасности в финансах, о эмоциональной безопасности, о безопасности посреди критики и обвинений. И также я рассказал о том, что ключом к безопасности является посвящение исполнению Божьей воли в своей жизни. Мы рассмотрели это на примере 1-го послания Иоанна, 2-го главы 17-го стиха, где говорится, что мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. И опять мы видим противопоставление между временным и вечным. В этом мире все имеет временный приходящий характер. Все мирские организации, все правительства, все системы имеют временный характер, но Божья воля вечно. И Божья воля, в конце концов, победит. Победит над всем остальным. И тот, кто исполняет волю Божью, победит точно так же, как и Божья воля. Поэтому верой мы можем соединиться с Божьей волей и стать непобедимыми. Вчера я проиллюстрировал этот принцип на примере Иисуса Навина. Сегодня я покажу, как этот же принцип исполнялся в жизни великого слуги Божьего Нового Завета, апостола Павла. Павел находился в скорбях. Смотря естественным языком, все в его жизни шло не так. Он потерял друзей, все оставили его, и мы должны согласиться с тем фактом, что рано или поздно мы все столкнемся со скорбями. И, конечно же, эти скорби будут не такими, какие были у апостола Павла, но, тем не менее, все мы столкнемся со скорбями. И мы должны убедиться в том, что у нас есть безопасность, которая даст нам гарантию того, что мы останемся невредимыми, даже в скорбях. Итак, давайте рассмотрим пример апостола Павла, описанный во втором послании Тимофею, в четвертой главе. И я должен сказать, что смотря естественными глазами, все в жизни Павла тогда находилось в ужасном состоянии. Его ожидала смертная казнь. Его друзья, его соратники оставили его. Помимо того, он был пожилым человеком. Возможно, его покидали силы. Он находился в холодной камере. У него не было даже подходящей одежды. То есть, все, что только может быть против человека, было против Павла. Итак, во-первых, Павел был в одиночестве. Его соратники оставили его. Во втором Тимофея 4, 9, 10, Павел говорит, «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Какое это разочарование. Один из ближайших соратников Павла отрекся от своего посвящения, причем посвящения не Павлу, а Христу. Возлюбил нынешний век. Крис Кент ушел в Галатию, Тит в Далматию. «Один Лука со мною». Со мной остался только один человек, Лука, возлюбленный врач. В 11 стихе, в 20 стихе, Павел говорит, «И Раст остался в Коринфе. Трофима же и оставил больного в Милите». Еще одно разочарование. Даже великий апостол Павел не смог исцелить Трофима, поэтому ему пришлось оставить Трофима в Милите. И также ему много вредили враги. И, конечно же, без злопамятства, но тем не менее, с осознанием реальности, Павел пишет в 14-15 стихах, «Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его». Павел говорит, «Я не буду ему мстить, он в руке Божьей. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». У Павла было очень много серьезных врагов. И Павла оставили также его друзья. Одно дело, когда у тебя есть враги, но гораздо хуже, когда тебя оставляют друзья. В 16-м стихе Павел пишет, «При первом моем ответе, то есть при первом слушании моего дела перед императором, никого не было со мной, но все меня оставили». Как трагично. Все меня оставили. Да не вменится им. Павел был свободен от горечи и осуждения. И также у него не было соответствующей одежды. Поэтому в 13-м стихе этой же главы он пишет Тимофею, «Когда пойдешь, принеси филонь». Это такая одежда, которую я оставил в Трааде у Карпа. Читая эти слова, я представляю себе Павла в этой каменной холодной тюремной камере. Приближается земля, зима, у него нет теплой одежды. Он был обычным человеком. Лично мне, я могу признаться, труднее всего переживать холод. И когда Павел в другом месте писал о том, что он претерпел холод и наготу, внутри я содрогнулся при этом. Итак, у Павла не было подходящей одежды для того, чтобы перезимовать в этой холодной тюремной камере. Дальше он говорил, «И принеси книги, особенно кожаные». Зачем ему были нужны книги и кожаные? Потому что он хотел писать послания. У него не было необходимого оборудования для этого. Как вы думаете, какие письма он хотел писать? Какие послания? Послания жалобы. Я думаю, что, наверное, он беспокоился о церквях, которые он насадил, а о друзьях, которых он оставил в этих церквях. Он хотел утешить их, укрепить их. Он не был сосредоточен на самом себе. Итак, в таком состоянии находился Павел в конце своей жизни, в ситуации, которую мы можем смело назвать скорбью. Так Павел находился в тюремной камере, оставленной своими соратниками, своими друзьями, против него было очень много врагов, у него не было нужной одежды. Теперь давайте зададим себе, в каком состоянии духовном находился Павел. В этой же четвертой главе, в стихах 6 по 8, Павел пишет, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». В этих словах есть один особенный смысл. А в Ветхом Завете, когда люди приносили жертву животное, они также должны были приносить возлияние. Приношение животного не считалось полным, достаточно, пока не приносилось и возливание. И Павел говорит, «Вот я становлюсь жертвою». То есть, он говорит, «К жертве моего служения, к тем церквям, которые я насадил, и крестьянам, которых я утвердил, я приношу еще жертву моей жизни. Время моего отшествия настало». Заметьте, он говорит, «Время моего отшествия настало». Помните, я говорил, что пока мы исполняем Божью волю, мы неуязвимы, пока не настанет Божье время. Дальше он говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Друзья, если вы хотите сохранить веру, вам придется подвязаться добрым подвигом. Вера — это подвиг. Вам потребуется твердость Духа, вам потребуется мужество и посвящение. И Павел говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». И дальше он взирает в вечность, как будто бы каменные своды в этой тюремной камере раступились, и он увидел иной мир. И он говорит, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Как это трогает меня. Павел знал, что он должен будет предстать перед нечестивым правителем, который вынесет нечестивый приговор, скорее всего, смертный приговор. И он сказал, что это не окончательный приговор, потому что в вечности я предстану перед абсолютно праведным Судьей, который даст мне должное воздаяние за все, что я сделал на служение Ему. Павел имел такую непоколебимую уверенность. Он знал, что Бог контролировал обстоятельства его жизни. В его сердце не было горечи, сожалений. В чем же был секрет апостола Павла? Я верю, что этот же секрет раскрыт в этом же послании, в первой главе, в 12 стихе. Павел говорит, «По сей причине я и страдаю, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на день онный». Я бы хотел обратить ваше внимание на ключевые фразы в этих стихах. Ключ непоколебимости Павла заключался в том, что он знал, в кого он уверовал. Заметьте, он сказал, «Не, я знаю, во что я уверовал». То есть, его уверенность исходила не из учения, но из личности. Он сказал, «Я знаю, в кого я уверовал». Друзья, недостаточно знать учение. Учение должно привести вас к личности, к личности спасителя, к Господу Иисусу Христу. Готовы ли вы сказать, «Я знаю, в кого я уверовал». Я не спрашиваю вас, знаете ли вы, во что вы верите, но знаете ли вы, в кого вы уверовали. И второе, что говорит Павел в этих стихах, это что «Я уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». В другом переводе говорится, что «Он силен сохранить то, что я посвятил ему». В этом ключе к безопасности. Мы должны посвятить себя Богу и Его воле. Когда вы посвятили свою жизнь, всего самого себя, все, что вы имеете в руки Божьей, будьте уверены, что Бог сохранит то, что вы посвятили ему.